конкретно мы сегодня будем сейчас работать с фреймворком джанга я отдаю себе отчет что он очень большой и мы точно не сможем сейчас я найду презентацию что мы точно не сможем все как бы затронуть то есть там куча всего с ним можно сделать и мы точно не будем все 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 рассматривать ну что не успеем там люди отдельный курс по веб-разработки читают чтобы все эти вещи покрыть но мы постараемся есть только момент что мы поменялись там решили поменять эту лекцию с с владимиром и поэтому я тут кусками владимир упоминается не но я думаю что это не очень страшно мы с ним оба занимаемся практической разработкой на джанга это действительно большая тема джанга это большой инструмент и я постараюсь дать какое-то поверхностное представление и попытаюсь рассказать в какую сторону нужно копать чтобы видно да что меня зовут ксена вячеслав не владимир денисов на всякий случай просто презентацию его решил использовать что такое в разработка в в классе ну в таком ее обыкновенном до понимании это разработка веб-сайтов что такое веб-сайт это некое приложение специфическая до которая по переходу там по какому-то урел универсал ресурс локейтер демонстрирует вам в браузере ну что тогда как какое-то отображение в самом простом варианте это статическая страница которая просто отдается с диска и браузер ее как-то для вас отображает да то есть все это взаимодействие происходит по протоколу http мы с вами на вводе выводе немножко об этом говорили и даже смотрели глазами на протокол http по сути это некий текстовый протокол которым обмениваются клиент и сервер в нашем случае когда мы говорим про веб-разработку клиент это браузер это специальная программа которая умеет взаимодействовать по этому протоколу и отображать ту информацию которую она получила то есть она получает некое представление страницы в html да в некотором декларативном языке и превращает это текстовое представление в неком в некоторых графическое представление да то есть нам в текст в табличке не знаю в картинке еще что-то помимо html появляется еще такая штуковина как css то есть каскадные таблицы стиле они называются это позволяет нам более точно настроить отображение да там цвета не знаю выравнивание какие то что делать при масштабирование страницы и в общем сейчас с помощью этих инструментов html css и java script а но мы может быть там вкратце обсудим но точно не сможем подробно коснуться но в общем то с помощью html и css уже можно настроить там отображение страницы достаточно хорошо то есть можно получить уже какую-то там красивую картинку с дизайном там со всей истории если мы говорим про статическую страницу это значит что нам просто достаточно всегда одну и ту же то есть статическая это значит она не меняется со временем это значит что мы браузеру всегда отдаем одно и то же и нам никакая логика на сервере не нужно мы по одному и тому же запросу то есть по одному и тому же url отдаем грубо говоря один и тот же файл всегда и для этого в общем веб-разработка не нужна эта проблема задача уже давным-давно решена есть там в многие программы которые называются веб-серверы поддерживают отдачу результаты отдачу контента просто с диска из какой-то папки ну то есть вы говорите что вот все url транслирует там вот в эту папку там root directory если мы говорим ну там root directory она обычно называется или work directory неважно как там запустите настроите и на пустой запрос отдается по традиции индекс индекс html а если там у каждого будет строке браузера там что-нибудь другое там я не знаю контакт или там map или еще что-то то он поищет файл map html и отдаст его ну или там если будет картинка там не знаю map gpg то он отдаст ее в общем ничего сложного для этого никакая разработка никакая программа не нужно это уже просто берем разворачиваем и настраиваем но если мы хотим отдавать содержимое в зависимости от там действий например пользователя или от самого пользователя или у нас что-то на сервере происходит и у нас есть какое-то состояние то есть пользователи могут как-то влиять да на то что мы им показываем там я не знаю самый простой пример который мне приходит в голову чат мы или там форум мы заходим на какую-то страницу видим текущие сообщения добавляем еще сообщения и после того как мы добавили мы в следующий раз этому пользователю любому другому который обратиться должны уже что-то другое показать и в этом случае у нас появляется программа да то есть которая называется backend чаще всего в терминологии то есть то что находится на дальше от пользователя то что обменивается с браузером информации который обрабатывает запросы занимается распознаванием того что это за пользователей пользователь то есть аутентификации и формирует для него ту страницу которую необходимо ему показать то есть подставлять туда какие-то данные там говорит что вот это пользователю можно показывать а вот это нельзя показывать ну вот что то такое и чаще всего backend выглядит таким образом что в него поступают запросы от пользователей он общаясь с базой данных то есть ну чаще всего для хранения вот этого состояния сообщений там не знаю данных о пользователях их профилях там еще чего-то вашей всей бизнес ну то есть то что является вашим приложением состояние чаще всего хранится в базу данных в базе данных о которых вы должны были говорить на предыдущей лекции и ну то есть выбор базы данных он чаще всего обусловлен задачей но точнее он точно обусловлен задачей но чаще всего речь идет о каких-то революционных базах данных потому что ну как бы это просто вот исторически сложилось то что этот инструмент неплохо позволяет решать большое количество задач если мы говорим о том что вы будете писать какое-то в приложении то в общем у меня такой совет что не надо частая ошибка да то есть как бы корень всех зол или многих это преждевременная оптимизация используйте те инструменты которые удобны там тот веб-фреймворк который удобен или ту базу данных которые удобны если вы только начинаете разработку для вас гораздо важнее чтобы вы получили там быстрее какой-то результат могли его пощупать там потрогать что-то с ним поделать и понять как это в принципе все работает второй сценарий если мы говорим про современную веб-разработку там последние несколько лет браузер становится более активной частью вот этого всего взаимодействия то есть отображение приложения пользователю и логика того что происходит на экране у пользователя начинает обрабатываться java скриптом то есть у на клиенте исполняется некий код который занимается там отображением элементов там двигает их не знаю затемняет что-то еще делает то есть делает страницу более самостоятельный и в этом случае на бэкэнде остаются так называемые и пиай запросы то есть грубо говоря мы не формируем страницу для браузера а мы формируем данные которые отдаем java скрипту который формирует страницу для браузера и пиай это программинг интерфейс до плеки и шин программинг интерфейс то есть это вами спроектированная некая некий набор методов который позволяет получить от вашего бэкэнда нужную информацию для того чтобы можно было эту страницу нарисовать то есть в данной ситуации когда мы говорим уже про java скрипт какое-то приложение то например да то у нас разделяется бэкэнд который общается чаще всего с базой данных и выполняет какую-то бизнес логику на сервере и фронтендом который занимается отображением страницы но это не единственная ситуация когда мы говорим об об и пиай бывают сложные структуры когда несколько блоков каких-то больших я ну то есть выделенных взаимодействуют между собой и они но то есть это такие программы до которые друг с другом общаются с помощью вот таких и пиай да то есть они как отдельные компоненты но вы можете использовать ну то есть там самый первый который же мне пример приходит в голову у меня там мы реализовывали приложение которому нужны были курсы валют и с помощью вот такого и пиай я ходил в сервер там банка который ну то есть он там центральный какой-то там есть центральный российском банк российской федерации центробанк он отдает по специальному api текущие курсы валют к рублю вы можете прийти и там в машины читаемом там в xml в каком-то виде получить эти курсы как-то их интерпретировать ну то есть знать актуальные курсы в этом случае центробанк он никакую информацию в плане отображения он не не дает он не дает только данные да то есть это и пиай но без какого-то интерфейса без отображения сегодня мы с вами посмотрим про но больше углубимся в первый вариант то есть мы с вами нарисую попытаемся нарисовать какую-то страничку простую да то есть там с какой-то банальной логикой и ваше домашнее задание но пойдет по первому пути то есть мы там с джава скриптом в приложении не сми не будем затрагивать потому что это ну во первых это низ не питон а во вторых ну времени потребует гораздо больше дело в том что многие в приложении те которые реализуют и пиай и те которые делают отображение страниц они в общем-то устроены похожим образом ну то есть очень часто задачи которые приходится решать они похожи да то есть там такая вот обыкновенная история с обработкой запроса это у нас пришел запрос мы выполнили какую-то логику по проверке того можем ли мы его отдавать там сработало ну то есть может ли там этот человек этот клиент который пришел доступиться до этих данных что у него есть нужные права что там все в базе записано после этого мы идем в базу данных еще раз ну то есть мы до этого тоже наверное в базу данных ходили но еще раз уже идем за теми данными которые ему нужны там или делаем некие действия в базе данных которые у нас попросил сделать выполнили какую-то сопутствующую бизнес-логику с форме и после этого сформировали для него ответ и отдали если мы говорим про веб-приложение то вот тут как раз перечислено что мы сначала проверяем что человек авторизовался что он там имеет право получить той страницу которую запрашивает сходили в базу данных за теми данными которые ему нужны и сформировали тот ответ в текстовом ну вот в html да то есть тот который браузер будет ему отображать сформировали ему ответ и чтобы браузер ему мог показать но так как этих методов которые мы реализуем может быть много и логики бизнес-логики ее тоже может быть много она может быть сложной то задача фреймворка частично еще это помочь нам организовать код наш таким образом чтобы он не превратился там в какую-то кашу лапшу чтобы с ним было удобно работать до чтобы чтобы там где нам необходимо вмешаться в дефолтное какое-то умолчательное поведение этого фреймворка мы могли это легко сделать и ничего лишнего не ломалась не выглядело это нормально и адекватно ну и плюс еще к тому чтобы те ум то умолчательное поведение то что фреймворк делает из коробки сам когда нас ни о чем не спрашивает что она чтобы она была выбрана разумно то есть стратегии этого поведения что чтобы она выглядела так чтобы она в большинстве случаев нас устраивало и чтобы если мы делаем что-то совершенно типовое обыкновенное и чаще всего используемое нам сократилось количество работы которые необходимо сделать чтобы мы могли просто не думая там сказать вот ну сделай как обычно и чтобы это как обычно было там правильно чтобы нам ну то есть чтобы мы писали меньше кода до чтобы мы лишний раз одно и то же не знали не не писали один и тот же код помогу раз когда мы говорим о пользователе то но это частый сценарий да что у нас какие-то вещи они относятся к одному пользователю какие-то к другому да то есть там профили права доступа и мы у себя эту информацию так или иначе храним если мы говорим про авторизацию то чаще всего речь идет о том что в куки кто знает что такое куки ну неплохо значит можно не объяснять мы в куки кладем некий секретный ключ он называется обычно сэша найди да то есть некий длинный идентификатор который сложно угадать и в заголовок запроса то есть с каждым запросом браузер к нам присылает этот сэша найди и мы по нему можем сказать какой это пользователь то есть если пользователь к нам пришел первый раз мы его не знаем у него этой штуки нет мы говорим ты не авторизован иди-ка ты на страницу логина он вводит имя пользователя пароль говорит да там авторизоваться мы проверяем что все окей и специальным методом хттп говорим а вот цвета с этих пор присылай нам пожалуйста вот эти куки то есть вы и там станет сэша найди у себя его запоминая причем браузер нам гарантирует что он ни под каким видом никогда в жизни под страхом смерти эту куку не покажет другому домену то есть что ее нельзя украсть что если мы заходим с домена там не знаю mail.ru то и поставили куку то если человек зайдет там на не знаю вася пупкин народ точка ру что никакой java script злобный у него эту куку не прочитает и от его имени к нам на почту не попадет то есть вот это важно то есть мы можем говорить что куком мы можем доверять то есть что это нам браузер обещает что никто кроме нашего домена информацию о куках никаким образом не получит и не прочитает то есть мы можем туда там ставить какую-то секретную информацию но помимо того что мы запоминаем ну то есть вот это значит что у нас где-то внутри в базе данных а может быть в какой-нибудь ну то есть иногда для того чтобы ускорить работу это делают не в базе данных там не знаю обычные революционные оставят например специальные базы данных которые держат все в памяти ну то есть это для скорости делается например мы им кэшт или там таранту или redis их много мы ну то есть нам получается нужно по этому совершенно иди получить информацию о пользователе но просто помимо самого идентификатора пользователя нам зачастую нужны какие-то настройки время ну то есть не настройки такие постоянные что он где-то что-то на на дергал а что-то временное ну например мы делаем сайт по заказу пиццы ну условно да нет мы мы делаем опять же форум человек что-нибудь там набрал в сообщении она не отправилась ну например да там у нас какая-то ошибка была на сервере но мы можем временно эту информацию например там положить вот в ну или в базу данных мне на самом деле такие вещи лучше в базу данных вот ладно временная информация например сколько живет сессия до что она не может быть вечной потому что рано или ну то есть ну то есть некоторой вероятностью ее могут украсть и поэтому раз какое-то время человеку надо перелогиниваться или еще например что человек заходил с такого-то айпи и последний раз если он приходит в тем же самым с той же самой сессии но с другого айпи там например что тот предыдущий был айпи в россии ну там в россии там в москве и подмосковье а этот вдруг неожиданно из зензибара наверное что-то не так и надо его снова попросить перелогиниться то есть это такая часть которая временная информация и и часто хранят в том же самом месте где и саму сессию да ну вот немножко это самое это я уже рассказал до что вместе с каждым запросом передаются куки с помощью информации скуки мы достаем информацию о сессии они могут в базе данных хранится могут еще каком-то хранилище html да немножко ветерин порядок перепутался что html это очень большая строка и частично задача фреймворк это предоставит нам хорошие инструменты для того чтобы их составлять да то есть и эти инструменты на самом деле не такие тривиальные потому что возникают такие задачи как например но у меня на каждой странице выводится один и тот же одна и та же менюшка просто в этой менюшке в зависимости от того где я нахожусь подсвечен тот или иной элемент но а так она вообще везде одинаково выглядит и копировать ее между всеми своими страницами наверное как-то странно ну в смысле что никол надо предложить какой-то инструмент чтобы можно было там как-то это делать и всю логику формирования шаблоны делать в питон коде тоже не круто потому что но она чаще всего простая мы говорим там ну например какие-нибудь и фы да то есть и фы нам шаблоне точно понадобится ну то есть чтобы сделать там какой-нибудь там если пользователь там не авторизован то мы здесь там не знаю показываем что а если пользователь авторизован то мы здесь показываем баланс а если там не авторизован мы показываем ссылку на там авторизуйтесь ну банальная логика который не хотелось бы всю в питоне реализовывать и генерация html тоже частично то что нам предоставляет фреймворк вот я забыл сказать что такое фреймворк фреймворк это такая штука которая позволяет вам какую-то большую задачу то есть это некий готовый набор инструментов который вам целиком какую-то большую задачу позволяет решить в фреймворк это такой большой набор инструментов который позволяет решить задачу реализации в приложений и там такой частый предмет полемики чем отличается фреймворк от библиотеки да ну то есть мы казалось бы там импорт модуль там тут импорт модуль и в чем разница почему вот это фреймворк а вот это просто модуль или там библиотека дело в том что фреймворк чаще всего навязывает вам какую-то структуру то есть не вы к себе импортируете код фреймворка и чего-то делаете а скорее наоборот он говорит вот у меня есть некая структура тебе нужно вот тут вот тут вот тут написать свой код остальное я сделаю за тебя сам то есть он предоставляет нам некоторые готовые шаблоны и каркасы да как как угодно можно называть в которой мы встраиваемся там по мере надобности для того чтобы реализовать ту логику которая нам нужна ну да вот как раз тут показано что вот это этот вариант нам бы не хотелось реализовывать да то есть вот это вариант работы с html не очень классный потому что мы просто там у себя за хардкодили какой-то шаблон что-то где-то вставили ну это не очень круто а вот это то что нам предлагает тот же самый джанго то есть ну здесь показано как раз даже все что даже больше того о чем я говорил вот здесь мы встраиваемся в другой шаблон но это я сейчас там нет все детально расскажу мы можем сделать цикл можем сделать условное ну там условный оператор а здесь мы говорим а вот этот кусочек возьмет вот там из этого шаблона то есть он предоставляет нам некие средства абстракции чтобы мы одни и те же элементы дизайна чтобы мы могли работать с дизайном с шаблоном да как мы работаем с функциями и с процедурами или там с классами в самом питоне то есть чтобы мы следовали принципу joy знать кто не слышал такую аббревиатуру называется don't repeat yourself смысле что если у вас есть какая-то копипаст если вы реализуете одну и ту же логику в двух в трех местах но в двух это еще куда не шло но если трех там и больше это уже точно признак того что что-то делается не так особенно если мы говорим про питон то есть там в ассемблере наверное бывают случаи когда там функцию не стану не стоит делать а там ну хотя там тоже макросы есть ну не суть с помощью если у вас есть нормальные средства выразительные в языке в нашем случае это так то копипаста это уже по сути означает что вы могли бы этот блок куда-то вынести и переиспользовать в шаблонах тут тоже есть средства абстракции которые позволяют себя не повторять архитектура в джанго как и в многие во многих других фреймворках используется некая как более общая до слова парадигма подход проектирования веб-интерфейсом интерфейс называется мвц мвц расшифровывается как модул view контроллер это значит что наш мы мы разделяем логику нашего приложения на несколько аспектов один аспект это работа с базой данных то есть когда мы говорим что ну то есть база данных нам предписывает проводить параллели между теми тем что мы храним в базе данных и физическими сущностями в реальном мире который мы моделируем и объектно ориентированный подход в общем-то предполагает то же самое то есть в нашем случае мы будем реализовывать некие объекты которые представляют собой сущности базы данных да то есть и но мы там подробнее сейчас остановимся которые отвечают за какие-то вещи в реальном мире и исходя из этого мы реализуем у них какие-то методы да то есть те вещи которые относятся к самой сущности методы да там вот как эти там странные предпри примеры типа мы делаем класс собачка собачек там класс кошечка и там у них есть там гавкать гавкнуть и мякнуть и это должно относиться к этому классу с моделями то же самое если мы если действие относятся какой-то сущности оно должно быть в модели но это мы сейчас там ну понятно что я вам сейчас за пять минут не смогу там полностью расписать когда какой использовать это чаще там холиварные вопросы что где но рано или поздно там если вы будете этим заниматься много интуиция вырабатывается view 2 компонент это то что относится к представлению то есть у нас есть некий некий урел да вот с которого мы начали с которым пользователь к нам пришел и мы говорим что за один урел то есть за один запрос пользователя отвечает один view то есть то что по русски переводится как представление то есть здесь находится бизнес логика ну непосредственно взаимодействие с пользователем то есть если пользователь нас попросил не знаю показать ему какую-то страницу на форуме то мы говорим ага значит нам значит там нам пришел айди этой страницы там в урле там или еще что такое мы и мы должны сходить там обратиться к модели поискать ее в базе данных потом подготовить данные для шаблона или там проверить можно ли ее смотреть или нет может быть она закрыта уже от просмотров или там в нее писать нельзя поэтому ее нужно в ридон ли там режиме отдать мы должны это как-то пометить отдать это все в шаблони затор шаблони затор подготовит страницу и мы ее вернули ну то есть по сути view это такой элемент который принимает на входе запрос пользователя используют другие какие-то сущности в вашей программе для того чтобы получить окончательный ответ на ну то есть от ответ наверное ну пусть будет ответ это response да то есть вам в английской терминологии то что мы отдадим пользователю как результат да вот результат нашей работы и от вернуть его этого view контроллер это все что вся сопутствующая логика то есть некие служебные вещи типа авторизации там определение какой маршрут должен быть там и для этого и специальные методы то есть например у нас может быть логика кэширования да то есть когда мы на некоторые запросы можем отдавать устаревший ответ нам не нужно каждый раз ходить в базу данных для того чтобы там топ постов за неделю да не знаю на форуме отдавать потому что рейтинг пересчитывается не часто поэтому можем базу данных не терзать нашими запросами а просто взять уже где-то приготовленный ответ и вернуть это все там объединяется вот в едином таком месте как название контроллер но это сопутствующая логика да то есть там ну там их их много разных бывает ситуации то есть ну например там есть специальный метод чтобы мы что-то делали на каждый запрос да там не знаю каким счетчики кидали или например мы говорим что если у нас появилась ошибка в ходе обработки запросов какая-то неправильная ну то есть что там сервер например там прям его раз фигачила кровь кишки растащила там 500 когда это но там по код мы сейчас вернемся к этому то мы эту ошибку куда-нибудь специальное место отправляем я не знаю на почту администратору типа чувак тебя тут чет сломалась то что ты только что катнул явно не не очень работает почему джанга игры презентация gtl не яблеве отцам тут удивляюсь я просмотрел но уже вылетела из головы почему джанга я ну то есть хороший это фреймворк плохой это фреймворк это вне нашего рассмотрения он популярный на самом деле и на данный момент из всех фреймворков я я не буду брать цифры спас потолка но по среди моего поля зрения он один из самых популярных он не самый быстрый он там какие-то вещи могут быть хорошо реализованы какие-то плохо но у него есть два преимущества он распространен ну то есть его несколько до его много кто использует и он достаточно хорошо от тестирован то есть он надежно работает то есть если есть какая-то маргинальная технология которую там полтора землекопа чё-то там ковыряют то к сожалению она может быть чудесный но в ней может быть очень много багов потому что там решены только те проблемы которые нужны этим конкретным полутора землекопом и больше никому я шаг влево шаг вправо и там все взрывается здесь такого не будет еще у джанга прекрасная документация на просто великолепные она там есть даже на русском языке она немножко отстает на русском языке но если вы вполне читаете на английском техническую какую-то литературу то вы с ней справитесь там прямо отдельный туториал я потом кину ссылки то есть помимо самой документации мы может быть еще сейчас я в нее будут заглядывать мы будем не обращаться ну и из из тех плюшек которые есть да но это они может быть не только в джанга есть но здесь они точно есть это удобная модель арм это то что нам позволяет работать с моделями удобно мы там про это поговорим она вам генерить сразу админку просто сама по под по по тому какие вы модели перечислили у вас сразу появляется специальный url где вы можете там почти без усилий появляется url где вы можете чем подредактировать поменять какие там настройки если вы на это заточились ну в общем что то сделать это на самом деле очень здорово потому что это это экономит кучу времени ну это что как это маст хэв да то что мы до этого перечисляли нам нужно все есть там диспетчер url с регулярками с выделением там каких-то кусков которые мы будем использовать шаблонизатор кэширование из коробки готовы готовая интернационализация нам может быть сразу не понадобится но когда-нибудь стрельнет точно и ну больше большое количество пользователей то есть многие вопросы которые вас могут заинтересовать которые вам могут доставить там какие-то проблемы и там понадобится но у нас так over flow stack over flow development джанга работает прекрасно то есть так теперь перейдем конкретному более подробно что такое проект это проект джанга состоит из приложений то есть это некие обособленные куски кода которые в общем друг про друга могут ничего знать и друг друга ну там могут друга никак друг от друга никак не зависеть они потом в одном месте склеиваются в единый как бы список url которые они обрабатывают и ну как бы какие-то могут друг с другом взаимодействовать какие-то нет это в общем ну не обязательно и это такое более высокоуровневая более высокоуровневая история чем просто какой-то view или модул да то есть них это ну такие крупные блоки функционала хорошо бы делать отдельными приложениями ну то есть я не знаю там в каком крупном интернет-магазине там наверняка ну если вот делать да то есть наверняка там работы с заказами с корзиной товаров это там одно приложение с просто как каталогом это другое они могут использовать одни и те же там модели на самом деле да в какой-то момент а модели там товаров они могут быть третьим приложением но просто у которого которая не показывается но в общем это еще одно высокоуровневое средство для того чтобы разбивать ваше приложение на крупные куски и еще одно преимущество приложений в том что они могут быть использованы как модули ну то есть вы можете сделать предложение как библиотеку то есть вы его в одном месте реализовали например какую-нибудь там хитрую вашу авторизацию с каким-нибудь крутым профилем не знаю с аватарками откуда-нибудь ну там какую-то хитрую логику а потом вы его это ваше приложение еще во многих местах во многих других ну то есть во многих ваших проектов переиспользовали то есть они в принципе такие как как модули то есть там них не так просто что ты заимпортировал и там все работает но достаточно для того чтобы их можно было переиспользовать но так похоже все мы с вами сейчас попробуем реализовать такое приложение одно с нуля я взял два ноутбука чтобы во второй можно было подглядывать потому что я что-нибудь могу быстро вспомнить что-то нет но там реализованы и я потом кину ссылку на то которая более минуты которая там более или менее работает там дизайна как бы особо нет но но тем не менее и что-то наверное буду оттуда копипастить потому что ну понятно будет почему но тем не менее мы попытаемся с вами сделать его с нуля ну по крайней мере попробуем если не получится я вернусь к исходникам буду по ним рассказывать я честно говоря в таком формате еще не пробовал и не знаю насколько мы успеем информации много мне лучше вам больше рассказать чем позориться с тем как я медленно программирую или туплю мы будем писать форум мы начнем сейчас какой-то простой ну то есть мы попытаемся наращивать сложность постепенно мы начинаем как обычно начинаем как обычно с венва что мы сделаем мы установим пакет из пипа джанга потом нет ну то есть дело в том что джанга предоставит это не просто модули он предоставляет вам еще возможность ну как бы некие административные скрипты мы там на некоторых из них остановимся поподробнее но один из этих скриптов это тот который позволяет инициализировать пустой проект с типовой структурой она может быть как бы спорная и там кто-то ее переделывает но в принципе вполне вполне неплохая вполне годная пока тут все устанавливается мы так кто вообще более или менее понимает как html работает но в смысле видел там глазами читал не ну нормально мы с вами сейчас начнем с хэллоу ворлда а потом будем усложнять ну сделаем сколько успеем тут у меня в общем много чего я успел там дома наворотить что мы можем на копипастить но сейчас посмотрим как пойдет когда мы установили джанга я надеюсь что мы с вами не очень много времени проведем в консоль так видно тут еще просто проектор съезжает вот есть такая штука называется джанга админ у нее есть какие-то команды а знать надо начинать не с этого есть такая штука как документация по джанге и джанга туториал в котором все что мы сейчас будем делать по сути написано ну не точь-в-точь но мы будем идти там похожими методами я его как бы вам по сути станцую и в общем то я бы рекомендовал в любом случае с ним ознакомиться потому что он реально крутой ну вот он но он и гуглится на самом деле get started будет джанга старт дайвы into documentation и туториал это туториал от последней версии он правда на английском пока что они со временем появляются на других языках просто ну да переводят но на английском он в принципе тоже норм и в общем то можно просто смотреть отсюда и копипастить джанга админ старт project назовем его форум и зайдем с облаймом давайте сразу форум зайдем джанга админ это эта штука сразу создает хорошо видно панель обрезана вот так она создает специальный файл который позволяет вам выполнять некие операции над вашим проектом то есть это вот как до этого мы использовали для старт project чтобы он сделал какую-то типовую структуру то это то же самое но уже в рамках того проекта который вы создали и помимо вот этого менедж но сейчас я покажу как им пользоваться то есть у нас то есть у нас появился вот этот manage pipe если вы его просто запустите он вам покажет кучу команд которые можно сделать над этим конкретным проектом тут команды по работе с данными ну то есть базой данных запускают там запуск тестов создать супер юзера в базе данных для то чтобы в админку можно было зайти там кучу всего можно сделать там загрузить данные или наоборот выгрузить если у вас какая-то тестовая база то есть набили каких-то тестовых данных там хотите выгрузить или у вас наоборот там короче много возможностей много и я рекомендую с этим ознакомиться тут сразу встроена еще переводы ну то есть механика для того чтобы можно было локализацию делать мы сейчас пока на этом не будем останавливаться я вам покажу еще другие штуки здесь формируется служебный файл вы из гайпой он нужен для того чтобы можно было общаться с серверами которые будут обслуживать ваше веб-приложение мы с вами на вводе выводе говорили про то что много трэдовость в питоне работает не очень ну и ну если спица не прикладывать специальных усилий вообще на самом деле в случае веб-серверов она работает нормально и есть даже быстрые сервера на питоне например торнадо который использует там правильные технологии работает даже нормально и может держать много соединений потому что он как раз там с многоподточностью работает правильно но чаще всего сценарий разработки развертывание в приложение выглядит так мы ставим разворачиваем вот эту нашу наше веб-приложение рядом с ним ставим специальную программу которая занимается тем что занимает запускает много процессов и каждый этот процесс там или воркер да как как там как их назовешь или поток там ну это как она реализована она выполняет запросы пользователя там популярные это в и вы с гай и unicorn или gay unicorn я там точно не помню я там например чаще всего пользовался его из гай и по сути он им ну то есть у них есть модули для работы с различными языками программирования там для php для питона для перла там для еще чего нибудь и он уже сам загружает интерпретатор языка и выполняет ваше веб-приложение вот связующим звеном между той программой и вашим приложением является в из гай файл то есть он им позволяет общаться с помощью специального формата он тоже по сути текстовый то есть то есть не то что формат они то передают html да там запрос ответ просто это способ взаимодействия протокол между ними который позволяет отдать вашей программе на питоне там слэш перле слышь чем чего угодно запросы пользователя и вернуть результат ну то есть запрос вместе со всей со всей нужной дополнительной информации типа заголовков помимо этого он формирует сразу файл с urls то есть здесь перечислены те адреса которые ваше приложение будет обслуживать и самый первый который он запихнул это админ и если вы не переопределили корень основной url индекс дашь тмл индекс да то есть то что входная входная . обычно то есть это имя сайта флэш и все это как бы корневой маршрут то он сгенерирует тестовую страницу мы сейчас на нее все полюбуемся и плюс еще специальный файл с этим спай в котором сформированы дефолтные на данный момент настройки для работы вашего приложения их много их сейчас там все читать наверное нет смысла и мы на них даже сильно останавливаться не будем для нас сейчас самое ключевое то что ну то что это состав хотя наверное даже этому сейчас не будем разбирать мы сейчас убедимся что она постараемся убедиться что она работает джанга сразу с помощью этого менеджер пай позволяет вам запустить приложение в тестовом режиме с помощью команды run server то есть он просто с помощью питон интерпретатора поднимает http сервер который чет там делает он сейчас запустится ну говорит что запустился а вот он говорит что ладно мы сейчас чуть позже сейчас посмотрим запустился он или нет он нам говорит что он запустился вот по этому адресу 127 001 это наш адрес нашего собственного компьютера если кто не знает то есть так называемый loopback интерфейс на порту 8000 который как правило свободен вот это то что нам нам уже выдал наш веб-сервер да то есть это какая-то страница типа мы вас поздравляем вы справились с тем чтобы запустить команду настройки и здесь опять же есть ссылка на документацию на туториал ссылка в комьюнити ну и вообще симпатичная штука и тут еще написано что у нас в settings написано debug true то есть это значит что мы работаем в тестовом окружении на самом деле когда мы в тестовом окружении работаем и на бою у нас файл settings pipe будет отличаться ну то есть это как раз он для того и нужен чтобы задавать настройки и некоторые пути на боевом сервере или вот эта история с debug true она будет другой то есть мы это захотим переопределить я хотел бы обратить ваше внимание что в питоне на самом деле распространенная практика и джанга не исключение хранить конфиге реализовывать с помощью самого питона то есть мы заимпортировали файл то есть это по сути модуль мы написали вот такую штуку и с этих пор если мы сделаем импорт settings из этих settings сделаем точка дебаг это будет глобальная переменная модуля которая доступна просто через точку и мы можем прочитать но когда мы это делаем на питоне мы можем мы знаем как комментировать мы знаем как писать строчки какое значение true false мы можем какие-то сложные структуры делать вот как например здесь у нас используются листы и словари для этого и при этом нам никакой дополнительный никаких тела дополнительных телодвижений для того чтобы распарсить этот конфиг не нужно в общем мне на самом деле эта практика очень нравится я бы рекомендовал в ваших приложениях которые как это чисто питоновские делать также работает прям отлично так мы сейчас с вами сделаем hello world приложение для этого нам нужно определить специальный маршрут для этого ладно давайте начнем все-таки с view мы создаем файл как нас учит мвц который называется обычно view спай которым ну вот наше представление по-русски они чаще всего называются представление там можно взять туториала могу отсюда час отсюда скопи пастить но по сути мы с вами создадим первую вьюху которая будет нам делать наш пресловутый world у вью на входе приходит специальный объект под названием реквест в этом реквесте содержится много чего это все из туториала я не знаю как будет лучше копипастить или так этот самый но мы в ответный реквест должны вернуть http response и http response это в данном случае но это просто 100 мы как бы как сейчас я наверно так расскажу так он следует тому чтобы нам в большинстве случаев в нормальной ситуации никаких лишних телодвижений не нужно было совершать поэтому когда мы делаем просто http response и передаем ему строку это значит что в теле ответа будет эта строка код ответа будет 200 там ну и все умолчательные штуки они все будут проставлены то есть когда мы говорим что просто хотя такой response hello world то в общем то она поведет себя как надо то есть достаточно очевидным образом нам больше ничего и не надо кроме но кроме одного момента нам нужно чтобы а давайте попробуем что будет если мы так сделаем да вот ничего к сожалению потому что нам нужно еще прописать его а вот я хотел бы обратить ваше внимание что когда мы запустили в таком консольном режиме мы видим логи запросов и ответов которые поступают на сервер и возвращаются обратно то есть мы видим что он вернул как он на слэш вернул какую-то страницу вот смотрите здесь идет запрос а здесь уже идет ответ ответ и это код ответа 200 для что теперь это успешно и длина ответа и он вернул на самом деле какую-то страничку они там не пустую да то есть и поэтому он отображает то что отображает сейчас мы это перри переопределим и останется этот наш кондовый хэрл хэллоу ворлд вся эта магия джанга вская отключится для этого мы импортируем почему я пишу from форум потому что она запускается на самом деле вот этот урел она все импортируется грубо говоря вот отсюда из менедж пай и поэтому нужно квалифицировать поэтому желательно всегда писать с именем приложения ну то есть мы на самом деле могли бы написать там типа from . импортом импорт . views до чтобы типа из локальной директории но это плохая практика потому что если у вас структура как-то поменяется то вам сложно будет угадать где надо поменять где не надо а такой импорт он ну во первых понятно когда сломается и понятно как как его чинить мы просто берем и пишем мы его назвали если не ошибаюсь hello world мы передаем сюда саму функцию да то есть у нас здесь path у него первый параметр это тот урел который мы обслуживаем а второй параметр эта функция которая примет запрос и вернет ответ ну там вернет response ну теперь можно попробовать тогда так да запятой нет да вот обратите внимание это у меня уже на на автоматизм да у меня произошла какая-то фигня мне что-то не работает надо идти сюда и смотреть он вам здесь обязательно покажет то место которое было ошибка на котором была ошибка но при этом сервер не останавливается то есть он перехватывает аши это нужно за тем чтобы если вы в каком-то одном месте накосячили у вас падала именно это место они весь веб-сервер ну то есть смысле что это как раз удобно что если вы в каком-то минорном там функционале испортили все и она взрывается ломается там ничего не работает чтобы другой функционал работал и можно зайти в консоль и посмотреть если мы говорим про production установку на бою то там это будет там обычно настраиваются с помощью с этим спай настраиваются текстовые логи мы просто говорим вот папочка там фигач логи туда ну там как можно разными способами сделать это может еще там его из гай сделать ну то есть та штука которая запускает питон в ней можно настроить где эти логи ну по сути там логи это самый хороший способ выявить проблему если она у вас уже на продакшене то есть вообще идеальная ситуация про то что мы говорили там еще в самом начале про исключение что я вам там многим писал когда мы сервер делали до очередей что не надо перехватывать исключение если вы не знаете что с ним делать если вы не понимаете если она у вас там как бы не осмысленно перехватывается зачем это нужно вы пишете веб-сервер вы перехватили лишние исключения вернули какую-нибудь пустую строчку она у вас взорвалось там на там нам на три вызова спас теку выше и вы вообще не понимаете почему здесь пустая строчка чё она взрывается почему я тут не могу там и знана какой-то ключ достать ну там нам . там что-нибудь не работает как так произошло ну вот перехватили лишние исключения вернули какое-то дефолтное значение она в другом месте взрывается ну то есть есть даже такой принцип минимального распространения ошибки что хорошо бы видеть ошибку там где она реально произошла то есть ее лучше не не закрывать вот в данном случае все произошло как надо у меня вообще поругался на ту строчку где я накосячил и и нет так что-то я с маршрута а все я понял слышь не нужен я путаюсь вот hello world за работам не прошло и и 40 минут я еще параллельно бы хотел показать вам как это выглядит в консоли есть такая классная штука называется силу рел или курл как его называют она позволяет вам ну то есть это консольный утилита для выполнения что теперь запросов она умеет get запросы пост запросы там патч любые любые какие хотите то есть если у вас через браузер что-то не работает что-то где-то отваливается или вы работаете с и пи ай да там там какой-нибудь джейсон куда-нибудь то как бы штука незаменимая но есть еще более свежая штука htp htp но она как вот так пишется htt пай то есть как это смесь http и пай ну как бы юмор но у меня она не установлена и на самом деле в среднем как бы она мало где установлено а курл это гораздо более популярная программа курл можно там не знаю на где-нибудь в типовом разворачивание сервера какой-нибудь у бунта вы ставите не знаю сервер эдишен там что-нибудь и с достаточно высокой долей вероятностью вим курл там сед и авк у вас будет то есть поэтому такими инструментами если вы серьезно будете этим заниматься вы хотите не хотите но начнете пользоваться потому что ну там других нет что мы делаем мы делаем seurl вот на этот урел ну то есть по сути у него тоже дефолтный аргумент это мы делаем get запрос шрифт на большой мы делаем get запрос на какой-то заданный урел и получаем ответ hello world но не это меня интересовало я бы вам хотел показать так называемый вербус то есть более многословный вариант в котором мы увидим те заголовки и тело запроса которые ушли и те которые нам вернул наш сервер здесь прям идет сначала с установки тси пи соединения говорит вот я пытаюсь соединиться на такой-то порт зашибись мы подсоединились после этого стрелочка вправо мы отправляем туда на сервер вот это конкретно строчки текстового протокола http которые мы отправляем на сервер чтобы получить то что нам нужно эта часть прям http протокола но плюс курл еще дописывает юзер-агент то есть он говорит честно что я курл вот такой-то версии как бы имею ввиду можно попросить этого не делать но нам это не нужно что он получает взамен он получает статус ответа 200 окей текущее время сервер тоже со своей стороны представляется возвращает контент type говорит что мы вернули html в такой-то кодировки и длину ответа и сам ответ и сет ну как бы вот нам вывели ответ и сказали что когда он ответ получил он отключился но там про x-frame я не буду пока там вам это скоро не пригодится я не буду пока про это рассказывать ну в общем работает но это явно не все что мы мы бы хотели добиться от реквеста поэтому что мы будем делать во первых чуть-чуть про реализацию и пи ай вот как я говорил на самом деле реализация и пи ай она делает почти все то же самое что реализация просто в приложении с шаблонами но она немножко проще потому что там нет шаблонов то есть мы просто делаем все то же самое что и в обычном предлог приложение но не возвращаем ответ не при помощи http а с помощью json и в общем то сейчас такая штука уже есть мы просто сейчас если мне память не изменяет то есть мы можем вместо http запроса вернуть json response то есть я просто не могу быть точно уверенным что он отсюда импортируется ну вроде должно быть все окей и вот в этот джейсон response мы можем просто отдать словарик или список или строчку джейсон response увидит эту структуру данных но обычно слова реки отдают обычно как у что-нибудь типа это выглядит вот так а то есть мы просто отдаем в него словарик он из этого слова река делает джейсон и отдает вот таким же образом сейчас мы с вами проверим работает она или нет работает то есть запрос мы сделали точно такой же в ответе написано почти то же самое за исключением того что раньше в контента и было написано html а теперь написано application джейсон то есть нужно для того чтобы клиентская сторона могла интерпретировать правильно и вот джейсон он просто взял и преобразовал наш словарик в джейсон я просто предлагаю дальше не заострять внимание на разработке api потому что ну как бы мы немножко более сложную задачу покроем ну что api почти то же самое но без без шаблонов и там поверить не на слово что api даже проще делается так что мы вернемся к вами с вами к http response у сейчас я хотел бы немножко остановиться больше не на респонсе а на реквесте у реквеста очень много чего из него можно получить можно получить url который мы обрабатываем ну то есть там какие-то параметры которые мы передали в этот url там куки заголовки ну вся 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 информация то есть request это такой объект который в себе инкапсулирует всю информацию необходимую для того чтобы но всю информацию которая нам на данный момент известно о пользователе и всякие такие механики из механизма контроллера да то есть которые такие общие механизмы которые нам нужны для в для обработки всех запросов например авторизация или там ну другие какие-то подобные механизмы они чаще всего работают таким образом что они вызываются до того как мы переходим в представление подмешивают что-нибудь в запрос ну то есть до определяют какие-то поля у него например юзер да то есть у реквеста не было поле юзер а потом появляется юзер поле и мы можем к нему обратиться и посмотреть есть там что-нибудь или нет или там request . там совершен да то есть ну что сессия текущие пользователи из нее мы тоже можем какую-то информацию достать то есть request это такой богатый функционалом и какой-то логикой объект который нам позволяет всю информацию запросе получить то есть он все в себе то есть если бы его не было у нас бы было вот здесь там функции какая-то там туча параметров типа заголовки там рел еще что-то еще что-то еще что-то чтобы этого не делать сделали вот такую штуку там чтобы почитать ну то есть почитать про его про его все поля это все в документации и я разумеется рекомендую ее читать потому что рано или поздно все эти штуки вам пригодятся но тут как везде с питоном да то есть скорее всего если вам чего-то надо она уже была сделана нужно сначала посмотреть нет ли этого в документации а потом потом поискать на стеку варфлоу и если вот ни там ни там не было того что сделан то стоит задуматься надо ли нам вообще потом уже запиливать ну потому что если этого никто никогда не делал и этого нет на стеку варфлоу может быть вы что-то странное делаете вот параметров много вот это и методы у него есть еще и вот там вот юзер как раз get хост там get порт full path куча всего вот это все прям это все-все про про реквеста то я листаю листаю это все request тут еще даже предметный указатель есть по его методам но мы сейчас с вами простой случай рассмотрим мы с вами я еще часто делаю вот так так как у меня есть вывод в консоль да сам сервер что-то там печатает мне никто не мешает тоже взять и что-нибудь на напечатать но это чисто такой вот как будет называется отладка принтами это такой колхозный вариант то есть мы не пишем в логине ничего не это самое вот просто взяли и напечатали чтобы сейчас чет посмотреть об этом выключить я например вот когда прям совсем не знаю куда тыркаться ну и там где искать документации например могу сделать вот так дир это я напоминаю вам метод который показывает все атрибуты этого объекта и когда я так сделаю то ну то здесь у меня все выполнилось как выполнилось а вот здесь у меня он выплюнул вообще прям кучу всего чего этот запрос умеет меня интересует сейчас get это так называемый get параметры get параметры это те параметры которые нам пришли в get запросе по http у get запроса по http нет тела ну то есть body когда мы делаем под запрос мы можем когда мы делаем get запрос у нас есть только url когда мы делаем под запрос у нас есть url и плюс мы еще туда какую-то дату можем присовокупить там бинарную текстовую там какую-то то есть но мы там сейчас с вами увидим зачем это нужно но по сути get параметры это то что вы передали в url в специальном формате в данном случае вот это кого редикт это специальный такой словарь там с хитрыми штуками в данном случае он пусту пустой чтобы ему не быть пустым мы передадим параметр параметры передаются вот таким образом перед первым параметром ставится вопросик дальше все параметры разбиваются через имперсант и они все текстовые то есть здесь мы можем использовать только текст вот мы их передали и видим что вот они у нас в паре дикте по появились их фреймворк за нас распарсил и положил специальный словарик до сейчас ты обрезать просто мне экран получается больше чем это проектор показывает я не могу его быстро победить к сожалению чуть-чуть еще не помещается да вот они у нас появились и мы можем с ними что-то сделать ну давайте с ними что-то сделаем например выведем на экран да для этого мы скажем что get большими ой get большими буквами говорит о том что мы используем get параметры то есть это словарик с get параметрами а get это уже метод словарика который нам по ключу возвращает по ключу который задан первым параметром возвращает результат а если такого ключа нет возвращает то что задано вторым параметром ну это понятно что дурацкий пример но просто какой то мы ждем параметров а и b и говорим что если их нет то мы их заменяем нулями ну и соответствующим образом выводим давайте наверно в строку сделаем сделаем форматную строку в которую это выведен вроде все правильно и и теперь вот теперь у нас выводится другой результат нам наверное было бы интереснее все таки в браузере его посмотреть потому что здесь мы увидим просто в консоли а тут а ну да мы же html выводим простите проблема в том что наши переводы строк для html не значит ровным счетом ничего да и поэтому нам нужно возвращать html ную разметку ну и для этого мы можем сделать вот так я сейчас вставляю специальный но это конечно так делать не надо мы это делаем для демонстрационного примера но я вставляю специальный html тег который говорит разрыв строки но смысл перенос строки или разрыв и теперь они у нас будут выводиться на отдельных строчках но это естественно надо делать шаблонах чему мы сейчас и перейдем сейчас перейдем но сначала сейчас секундочку секундочку да hello world мы с вами закрыли урел мы с вами еще чуть чуть позже закроем но тут суть в том что каждая из этих строк она является пам парам папам регулярным выражением которое позволяет не просто определять какой урел нужно выбрать но еще захватывать параметры мы с вами там чуть попозже это больше увидим там подробнее там про это расскажу сейчас важно знать что это можно делать ну просто мы можем в этом не успеть я должен об этом упомянуть и плюс еще здесь есть такая такая специальная команда которая называется include то есть мы можем сказать что если у нас очень много урел мы их можем разбить на несколько файлов и у нас будет что-нибудь типа того что не знаю там каталог и там какие-то урлы там каталог топ там каталог индекс каталог там не знаю там азия африка еще что то то есть там отдельный файл с отдельными урлами которые сюда как бы включены а каталог это префикс а здесь там не знаю парам папам ну профиль например и там тоже какие-то штуки типа просто профиль там точнее просто профиль какого-то юзера потом его какие-нибудь там не знаю посты заказы там еще что-то рейтинг там отзывы то есть но это будет еще один там файл то здесь будет просто написано там include урел там файл 2 ну там он откуда-то там с импортирован даже этот здесь где-то должно быть а вот вот можно даже не импортировать файл а текстовое представление написать просто строчкой и она импортируется динамически во время сборки вот этого файла сейчас мы перейдем давайте наверное сейчас сделаем чуть-чуть раньше перерыв просто мы сейчас начнем большую я сейчас бы хотел тогда есть есть какие-то у сейчас вопросы просто мы сейчас перейдем к моделям такая большая тема что я боюсь что мы все не успеем сейчас над будет большой такой момент он называется модели по сути это та часть которая отвечает у нас за хранение данных вы на прошлом уроке проходили базы данных и я так понимаю что большую часть времени вы имели дело с реляционными базами данных со скей льда то есть вы хотя бы какое-то представление об этом умеете но джанга предоставляет нам возможность не заниматься напрямую иск именно и скей запросами работать с объектами питон объектами которые предоставляют некий программный интерфейс и чет нам позволяют делать мы сейчас немножко подробнее познакомимся для этого мы создаем файл модул спай да спасибо что такое модель я сейчас просто начнут немножко копипастить чтобы ускориться то я боюсь что мы не успеем да 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 что такое модель это такой класс который у нас следован от специального файла и он использует вот такую магию мы у этого что-то не так что не так а я понял что вот теперь все хорошо дело в том что питон джанга точнее использует тот специальную магию как раз с классами которые там исполняют часть кода при инициализации класса то есть это мета класс по сути но нам этого ничего знать в общем не обязательно для нас самое главное что мы берем класс наследуемся от джанговской штуковины под названием модель начинаем просто фигачить у нее так называемые поля то есть это то что у нас в базе данных будет колонкой и мы говорим что у нас есть поле ну то есть мы сейчас проектируем мы его назвали форму мы попробуем спроектировать форум да то есть мы сделали колонку которая говорит который отвечает за саджик то есть ну там тему до записи на форуме ее тип это char field то есть это поле текстовая фиксированной длины мы должны задать максимальную длину этого поля первым параметром мы передаем ее наименование как она у нас там в админке например будет представлена в чем прелесть такого подхода в том что во первых такой декларативный подход модели изолирует нас от конкретной базы данных нам в данном случае нам все равно будет там возгрыз мсс кель скиллайт еще что-нибудь что там еще там перед придумают чем сейчас сделать какую-нибудь супер шардируем у самостоятельно там совсем чем угодно и скилл базу она тоже будет работать да то есть покуда у нас есть грубо говоря нечто похожее на таблицу а у этой таблице есть нечто похожее на колонку и эту колонку можно как-то типизировать то мы можем такую штуку использовать и мало того что то есть мы здесь описываем один экземпляр вот этого класса то есть мы говорим вот у одной записи есть такие-то поля мы сейчас докидаем с вами еще полей и посмотрим немножко внимательнее на эту штуку второе поле это текст и это поле которое текстово ну то есть строка но длина ее уже не ограничен то есть там может быть сколь угодно много текста а еще одно поле это дата и у даты есть специальная специальный параметр который говорит заполнять ее временем добавления автоматически то есть мы и не будем указывать просто при создании записи он туда поставит на у там запрос в скейли не подпихнет и то есть автоматически у нас как бы дата создания сделается мы еще при изменении можем так сделать но в общем тут много чего есть уже готового но например есть специальные типы полей для email адреса которые не дадут вам записать модель если строка которая подставлена как email адрес не является ему адресом но смысле что это специальная такая штука называется валидация и еще более замечательно что все эти параметры полей вы можете определить сами вы можете определить даже свои поля которые ну как-то там сериализуются не знаю там джейсон там или там разделены запятыми или еще чем-то но при создании модели ну то есть там модели есть специальные методы например валидировать модель или там валидировать ну то есть или записать или прочитать из базы данных в которой вы можете вклиниться и какие-то поля там как-то на химичить что-то с ними по сути когда вы имеете дело с моделью вы имеете опять же дело с питон классом с питон объектом со всеми вытекающими то есть вы можете докинуть какой-нибудь поле произвольные туда как с любым другим питон объектом и вы его можете передавать можете посмотреть что у него есть за методы ну как бы это то есть просто этот питон объект у него уже есть некие готовые методы которые позволяют вам счет магическое с ним делать ну например записывать базу данных или например прочитать из базы данных текущее значение если вы подозреваете что кто-то мог записать туда в базу данных что-нибудь другое давайте еще один момент скажем что дело в том что схема в базе данных она фиксирована да то есть база данных всегда знает какие колонки какие таблицы в ней есть и когда я сейчас поменял в код в своем питон файле ничего толком не поменялось мне их нужно синхронизировать для этого есть специальная штука она называется миграции это специальные и сквейли запросы точнее специальные некие действия которые нужны для того чтобы синхронизировать то что у вас хранится в базе данных структура базы данных и то что у вас написано в файлах мы сейчас очень подробно на них не будем заострять внимание потому что просто не успеем но я вам могу сказать что там точно можно сделать то есть что она заточена на то чтобы можно было ваш произвольный какой-то код туда вставить или произвольный сквейли запрос то есть эти миграции позволяют определить какую-то сложную логику для заполнения этих самых полей ну то есть например бывают ситуации когда нужно какое-то значение поле по умолчанию но это на самом деле не очень сложно значение поле по умолчанию можно ой не туда извините можно в самом поле определить там параметрам там есть такая штука как называется там дефолт он сам тогда будет их заполнять или там это не страшно но если там нужна какая-то логика что там вот так вот каких-то частей записи будет вот такое значение у этих вот такое то вам необходимо будет написать код который это все заполнит ну окей это все можно сделать я не буду показывать сейчас как мы начну не успеем но все делается там не не переживайте я вам сейчас покажу просто стартовую штуку для того чтобы синхронизировать для того чтобы синхронизировать состояние между базой данных есть специальная команда make migrations она генерирует специальные сейчас простите сейчас секундочку сейчас я сделаю я сделал специально то есть это есть два этапа make migrations иммигрейт make migrations генерирует специальные файлы мы забыли в с этим свой добавить сейчас секундочку здесь так называемый институт те аппликейшны которые мы используем и мы самого себя тоже должны прописать есть два этапа первый это make migrations он генерирует специальный файл и вон вам напишет какой файл он сгенерировал в котором написано следующее вот он появился здесь написаны те действия которые он будет выполнять плюс здесь написано то миграция которая должна предшествовать этой то есть их может быть несколько не могут быть цепочкой до выстроены то есть но это нужно для то есть он что делает по сути он создает специальную таблицу в которой написано что на этой базе проведены вот эти миграции вы у себя разрабатываете на своем сервере делаете одну миграцию вторую третью потом выкатываете это на прот и говорите migrate он говорит ага выкачаны вот эти миграции есть вот эти их нужно катить вот в таком порядке и начинает одну за одной вы выполнять из вот этого файла он сгенерирует специальный sql запрос но мы сейчас с вами как раз мы можем посмотреть для этого есть команда он без генерирует sql запрос который текущее состояние базы данных приведет к целевому ну то есть в нашем случае нам нужно добавить вот он пишет migrations create модуль и поля то есть он говорит что нужно создать базу данных с вот такими-то полями в принципе хорошо бы время от времени туда поглядывать наверное на ранних этапах это не обязательно но так или иначе хорошо бы приглядывать за тем что он делает вот он говорит сейчас секундочку мы с помощью имени миграции и приложения ой сейчас секундочку а вот мы с помощью с келами great команды можем вывести прямо тот из кель код из кель запрос который он будет делать помимо sql мы туда можем написать и питон код но ну там с некоторой спецификой вы увидите в примерах он просто не ну то есть там у этого питон кода есть особенность что если вы до определите у модели какие-то методы а так можно и нужно делать вот я вам сейчас покажу что ну например вот этот вот этот метод делает строковое представление и в общем то хорошо те вещи которые связаны с моделью ну например посчитать какое-то более сложное поле дали там вот мне есть там модель которая отвечает за не знаю товар у которого есть цена в одной валюте мы хотим пересчитать в другую валюту вот метод вот этого пересчета неплохо бы делать в самой модели ну то есть то что связано с моделью то что может много где панк понадобится хорошо реализовывать самой модели ну то есть это прямо правильное место для этого и я вам хотел показать еще одну а ладно сейчас давайте да вот мы создали модель у нее есть какие-то поля и я начал говорить про то какая замечательная вещь админка и админка правда замечательная вещь но она снова не работает сейчас секундочку нужен юзер для того чтобы зайти в админку я вам сейчас я хочу показать для этого есть специальный метод который вы можете запустить получается на сервере если вы его контролируете create super user он говорит что плохой пароль ну мы забьем вот мы попали в админку то есть он сам сгенерил форму в которой можно посмотреть модели и чет сделать но тут к сожалению пока нет наших моделей но чтобы подключить сюда нашу модель на самом деле ничего сложного нет сейчас секундочку мы создаем файл админ это все есть в туториале и есть в примере который я кинул в этот самый так что она никуда не денется я просто скопи пащу из него то есть никакой супер логики тут особо пока нет и нам нужно за импортить наши а мы это уже за импортили нам нужно админку за импортить вот просто вот эти пурлы как раз это то что обычно забываешь откуда чего импортится потому что ну развесистый модуль немного обновляем и не работает а он вроде должен сам перезапускаться но на самом деле он когда запускается а ждите мы миграцию сделали но мы ее не провели но смысле мы ее посмотрели но забыли сделать migrate вот он мне кстати об этом сам даже написал вот я его запустил и он мне предупредил горит чувак у тебя есть миграция которую ты забыл применить и это было очень полезно потому что я смог долго разбираться просто забыл и migrate и дымпатентная операция то есть он запоминает те миграции которые провел и поэтому сделать много раз мигрит не страшно можно по сути на каждой выкатке делать просто скажет ну чувак все что все что есть все все применили вот теперь все должно заработать да вот это уже наша модель вот здесь отображается имя application а а здесь конкретно наша модель мы у нее добавили колонки описания и текста и мы здесь можем прямо чуть добавить там отредактировать и вот кстати смотрите дефолтное значение поставилась и какой текст ну давайте какой-нибудь осмысленным про что там в интернетах пишут давайте еще топик вот еще один есть полезный инструмент то есть вот эта админка это очень крутая штука я сразу там рекомендую все модели в нее добавлять потому что ну там для администраторских функций по сути я не знаю там у вас котик там точнее в какой там топик на форуме матерной темой вам нужно его забанить вы добавить добавляете галочку забанить заходите в админку баните все и вам никакой специальный интерфейс для этого ничего делать напиливать не нужно но помимо этого есть еще один инструмент это db shell спасибо вы он использует драйвер для тот как тот драйвер с которым сам работает для интеграции с базой данных и запускает его под нужным юзером исходя из тех настроек которые у вас есть а вот здесь вы можете просто по выполнять и скей запроса единственное что хотелось бы обратить ваше внимание сейчас нет а как мир назвал нет то как а может большой буквы нет он их ух да а может и не можно это восклилайте работает да нет просто это скиллайт он не все поддерживает сейчас сейчас секунду а мы же смотрели эту штуку он нам миграцию показывал крейт во мы же мы же видели скей запрос ну все работает и есть еще одна штука на которой бы я вам хотел показать это менедж пай шелл здесь вы можете проимпортировать любой из ваших модулей и все конфиги будут и не цель инициализированы то есть можно с помощью правильного интерфейса сходить в базу данных посмотреть что там возвращает ваша модель как ну то есть прям очень удобный инструмент я бы для этого хотел показать как вообще в принципе работают с моделями мы сейчас импортируем нашу модель вот стоит отделять то что отвечает за вот 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 эта штука модул стопик она отвечает не за конкретный экземпляр а сразу за всю таблицу и у нее есть специальные методы которые отвечают за всю таблицу целиком например ну точнее как те вещи которые нужны для того чтобы например такая вещь как статическая это специальный exception что ладно мы сейчас увидим что такого не существует объект то есть мы сделали запрос а он ну там с определенными параметрами такого объекта нет и есть специальная штука называется objects она нужна для того чтобы делать запросы ко всей таблице самый популярный то есть и здесь тоже кучу кучу всего но самые популярные штуки это который мы сейчас с вами посмотрим это например пол это он возвращает по сути итератор который получает записи база данных порциями ну то есть доставать записи из базы данных по одной это глупое занятие потому что у нас будет очень много обращений доставать все записи из базы данных тоже нельзя потому что их может быть очень много там миллионы и миллионы мы будем ждать просто там офигеть сколько времени пока они выкачиваются поэтому используется такая стратегия что возвращается специальный объект называемый qr reset который получает сразу там какую-то первую порцию объектов а если начинаем по ней итерироваться или запрашивать объекты дальше он получает дальше их и дальше но смысле что он там вспомню начинает по ним двигаться с помощью лимит offset кант конструкции ну то есть с помощью скейль синтаксиса плюс у object есть такая штука которая называется каунт он по сути делает select звездочка select каунт звездочка запрос то есть он просто по индексу считает сколько у вас есть записи у нас одна запись есть такие штуки как фильтр здесь мы можем с помощью специального синтаксиса указать условия на те записи которые нам нужно вернуть ну например чтоб такого указать например как она там называлась subject то есть здесь можно прямо оперировать полями точек колонками то есть мы здесь можем задать прям фильтр на колонку и во первых мы можем задать просто на равно да то есть мы берем там копируем вот эти котики наши и получаем что у нас есть такой объект а если чуть-чуть поправим то получить то не получаем но мы можем задать более сложные условия то есть понятно что вы скорее скейль синтаксис поддерживает там больше меньше там содержит там кучу всего и мы эти штуки добавляем через два подчеркивания к имени поле то есть есть стандартные штуки типа джейте это greater than то есть это больше чем gt и это greater than equal то есть больше либо равно то есть лт то есть lower than то есть меньше чем но это в основном для численных значений для дату для даты вы можете до с датой точно так же работать но для текста есть такая штука например называется контейнс мы указали и она делает подставляет уже то есть им то есть специальную эту самую можно а опять же здесь есть такая штука что ин да то есть это что значение содержится в списке тогда вы после равно пишите или кортеж или список как но любой итератор элементов он и он по нему проитерируется передаст его в скилл запросе и сработает любое из этих значений причем у контейнс и есть еще например кейс инсенситив оператор то есть можно ай контейн ой простите нет странно вроде был ну ладно а так работает ну не суть видимо для русского плохо работает в общем вот тут этих параметров я тоже рекомендую ознакомиться с с документацией ты такая штука называется ой джанго фильтр вот куаэрис то есть тут просто вот смотрите вот это опять же предметный указатель потому что тут можно на самом деле указать и помимо фильтров есть агрегации то есть можно немножко сложнее сейчас не буду об это конкретно показывать но можно идти в интернете примере что можно сделать грубой там по какому-то полю и там просуммировать посчитать средние ну вот они макс мин каунт эвридж стандартное отклонение веренс дисперсии видимо да наверное в общем это тоже возможно немножко сложнее но возможно и помимо фильтра есть x club который делает то же самое но наоборот то есть если фильтр котики оставляет записи которые удовлетворяют запросу то x club делает ровно наоборот он убирает записи которые удовлетворяют тем фильтром которые переданы ему как параметры их можно между собой группировать то есть можно сделать x club и сюда же передать еще фильтр а потом грубой а потом каунт например или потом там есть такие штуки как например first ну то есть выбрать первый то есть лимит 1 или ласт или просто обратиться как к массиву нос мы как списку то есть взять например нулевой элемент или первый но его в данном случае нет то есть он поддерживает еще интерфейс итератора то есть по вот такой штуки можно про и перри роваться и выбрать элементы по одному это будет эффективно ну и причем по и получить какой-то элемент из но там конкретный там 5 6 там 28 если он есть и помимо этого еще помимо фильтра x club а ну их много есть еще метод get метод get очень похож на фильтр но подразумевается что вы задаете фильтр и таким образом что вернется ровно один элемент то есть он возвращает не итератор по элементам возвращает объя один объект и если такого объекта нет он вернет исключение что он does not exist вот я как раз говорю что это статический член класса topic что чтобы можно было в 3 except это написать и если так у таких объектов будет больше чем один он тоже вернет исключение но другое он напишет что вы неправильно задали фильтры но в том плане что я должен был получить один объект а их там больше чем один чет вы напортачили но get чаще всего используется для того чтобы ну например получить элемент по и дешнику кстати айдишники в нашей модели сейчас мы получим нашего котика просто вот таким образом у каждой модели есть предопределённые ну то есть у каждой модели если вы не переопределите этого специально создается поле айди типа большое число но смысле что это просто инкрементальные но big big инкрементальный идентификатор который у каждой новый там ну с помощью специального искали синтаксиса генерится новый идентификатор и поле по умолчанию для этого это иди но есть еще одно поле называется пока праймерики и вот это поле это как бы линк найди смысле что если вы создадите свой идентификатор и он будет называться не иди а например там слаг или номер паспорта для человека или там снилс и скажете что вот это у нас будет ну то есть вот это используется как внешний ключ ну там с помощью специального специальных настроек в модели то пока вы получите именно его то есть пока это такой псевдоним алиаз для первичного ключа модели но это так просто как бы good to know важно знать но мы сейчас не будем на этом останавливаться мы лучше сейчас добавим еще одну модель я ее сейчас не буду уже по так подробно описывать здесь добавляется такая история что модели могут ссылаться друг на друга и для таких полей есть специальный специальный тип поля называется форме кей это внешний ключ и здесь мы сразу должны указать что будет если мы удалим ту модель на которую мы ссылаемся и ну и здесь еще есть такой как бы фокус мы сейчас создадим пару комментариев к нашему топику и кое-что я вам покажу нет еще поставил ссылку на саму себя но смысл что коммент ссылается на коммент но типа ответ reply так тоже можно делать что там будет да но protect их несколько есть по сути я не помню какой еще один но основных это protect это типа не давать удалять ну то есть если там есть что-то то не давать удалять и каскейт до каскадное удаление то есть если мы удалили сущность то мы все те сущности которые связаны с ней констрейн там удаляем не очень хороший вариант если мы говорим про какие-то пользовательские данные вы в админке нажали длит но правда админка умная она вам просто так длит не даст сделать нам сначала спросит покажет ссылки но мы сейчас я вам сейчас кстати как раз давайте покажу а нам покажет ссылки и скажет а вы точно верите на что вы хотите вот и вот это все удалить да наверное сетнул тоже есть ну просто не все не все поля поддерживают ну вот у меня вот здесь как раз ссылка на топик она не поддерживает ну и не может быть пустой то есть если мы заполняем коммент он обязательно должен относиться к какому-то топику а вот коммент он не обязан относиться и поэтому мы здесь ставим поля на утру это значит что пули поля на лобов да то есть может быть на вам и бланк true ну то что это значит она при верификации модели там может быть ничего не заполнено так мы сейчас по нашей схеме сделаем миграцию и заглянем в админку а нет не только а в админке админка на самом деле достаточно неплохо настраиваемая штука будьте здоровы и в ней можно указать не только просто какие-то типовые модели а можно указать состав полей там можно сгруппировать можно кнопки свои дофигачить там много чего можно взять можно взять кастомные поля какие-то ну то есть прям свои которые вы прям html напишите как их выводить смысле что она очень хорошо настраивается и она не просто там вот те там шаг влево шаг вправо и все можно свои действия над моделями определить она хорошо кастомизируется и в общем для большинства проектов того что есть из коробки в модель но в админке хватает я не очень-то часто приходится переделывать я добавляю комментарий автор у нас тут пока мы авторизацию не допиливали поэтому здесь просто текст какие обычно нас комменты в этом в этих ваших интернетах хотелось бы обратить внимание мы сейчас снова зайдем shell снова за импортим модель и у нашей нашего экземпляра то есть у нашего нашей конкретного топика то есть уже экземпляра объекта появилась вот такая штука у нее появилось специальное искусственное поле которое ссылается на которое возвращает как буквы и reset ну то есть набор записей которые относятся которые являются комментариями по этому топику то есть запрос на данный момент по выгребанию этих комментариев он не выполнен но когда вот здесь сделаем пол или фильтр или еще что-нибудь то мы по сути возьмем вот то есть она то под капотом так или иначе делает запросы к базы данных просто вот это это предподготовленный запрос то есть топик objects это запрос просто ко всем топиком а вот этот к топе коменсет это запрос в который уже подпихнули фильтр по топику для комментариев и для всех вот этих форм киз ну смысле для всех внешних ключей когда модели связаны между собой он вот такую штуку сделает и можно переопределить на самом деле имя по которому она вот здесь появляется но она так или иначе есть и мы получаем вот эти комментарии просто сразу то есть но это все к чему там понятно что в в туториале написано и я надеюсь что вы туториал прочитаете а может быть даже не надеюсь а похоже что вам придется потому что все все равно не успею рассказать ну по крайней мере пробежать глазами так точно тут уже много чего есть да то есть джанга есть ее основной смысл в том чтобы руками ничего не делать и чаще всего вам какие-то запросы по фильтрам по группировкам еще почему-то вы их не будете писать потому что почти все что угодно ну то есть в подавляющем большинстве ситуации вот этих вот эти фильтры эти группировки хотя они не так уж часто нужны или там каунты first last или еще что-то итераторы по отфильтрованным записям это чаще всего она покроет вашу там потребность целиком ну в моих проектах покрывает то есть я там не знаю за последние три года один раз писал руками запросы из кельни это потом выпилил ну сделали так чтобы этого не надо было делать но проблема в том что можно вмешаться и сказать вот там сделай да вот выполни вот тут конкретный скей запрос но тогда вот вот вы вот эту магию вы ее все теряете потому что на произвольный и скей запрос уже не подпихнешь какие-то свои фильтры группировки ну то есть это все гораздо сложнее делать и соответственно там начинают наступают как бы жесткие ограничения на эту тему окей давайте условно пока считать что мы с моделями закончили хотя это конечно так все по верхам но я надеюсь что нам хватит этого для того чтобы перейти к следующей штуке а это это мы выведем список топиков мы мы сделаем нормальный view который делает что-то полезное как выглядит нормальный нормальный view мы сейчас подменим с вами основной запрос ключ ну вот этот нашего нашего приложения то есть мы по корне будем не hello world отдавать а уже наш индекс для этого мы тут поменяем другую штуку в чем то есть что мы тут делаем у меня есть модель топиков я выбираю первые 10 объектов из нее и когда я это делаю я не боюсь за производительность потому что я знаю что он все равно получает эти топики пачками и у меня тут не будет того что он не выкачать на клиент там не знаю сто пятьсот записей а потом из них возьмет 10 остальные выкинет нет там все будет нормально а после этого я использую такую штуку как рендер шаблона так сейчас мы его с вами быстро быстро перенесем я добавляю специальную как это следите за руками я добавляю специальную в папочку с предопределенной папочку я сказал с предопределенным названием templates в которой у меня хранятся шаблоны это нужно нам для того чтобы мы с вами не вертели руками вот эти вот html да не склеивали их там плюсиками или там форматом не делали для чтобы это все было как надо а надо вот так парампампам я сейчас просто покажу мы кладем в папочку ну которая называется template ее можно в сеттингзах переопределить лучше не надо файл со спецназ с именем индекс html а после этого мы во вьюхе указываем говорим мы хотим не хттп респонс мы хотим чтобы ты от за нас сделал рендер так называемый ну то есть с подставил в шаблон данные которые мы тебе передадим и чет с ними сделал данные это словарик просто с теми топиками которые мы получили шаблон это имя шаблона который он знает где искать ну то есть если мы там ничего не при определяем то эта папка templates и request это нужно ну для того чтобы он ну на самом деле в шаблоне данные из запроса доступны например юзер или можно даже напрямую просто к реквесту обратиться что мы здесь делаем мы здесь выводим заголовок а потом по каждому топику выводим название и ссылку на детальное представление у нас детального представления пока нет но мы это запомним как это все происходит скобочка процент открывающие закрывающие это для синтаксических конструкций их тоже очень много прям реально дофига нужно идти в документацию и смотреть есть циклы условия там преобразование из одного в другое там можно циклы что типа одну строчку так другую эдак типа чтобы раскрашивать там таблички там до хрена чего там я вам 5 предметный указатель на опять на несколько страниц там дофига чу есть мы сейчас используем цикл и вот такую конструкцию две скобки открывающие и закрывающие вот эта штука это обращение к контексту то есть контекст это некая структура которая хранит поля который ну то есть переменные далеки условно словарик да фактически это и есть словарик в которой мы что-то передаем об этом можем использовать внутри шаблона то есть мы когда шаблон разворачивается в html она там все внутри используется вроде должно работать не факт конечно но мы сейчас попробуем то есть что мы получили мы получили заголовок и список ссылок с названием тем если мы перейдем то мы получим 404 это нормально потому что у нас такого маршрута нет мы сейчас с вами немножко ускоримся и сделаем побыстрее вот здесь мы определяем маршрут маршрут у нас в данном случае мы его еще и типизируем мы говорим что это число и через двоеточие пока пока это то имя которое мы потом в реквесте будем использовать для получения данных из этого шаблона я вам сейчас покажу но я вам сейчас покажу такую еще штуку мы конечно можем использовать функции до которые принимают request и возвращают но есть еще один способ который в общем то сейчас секунду я за импортирую чтобы она потом не сломалась есть так называемая штука которая более по сути удобно и называется class based view она делает за нас гораздо больше работы чем если бы мы использовали вот такие вот функции дело в том что у нее какой принцип вы можете у нее есть поля которые мы до определяем ну например модель и имя шаблона и есть методы которые мы переопределяем в экземпляра класса то есть все которые не определены мы то есть те которые мы не не переопределили они будут использоваться дефолтные то здесь какая история она много чего делает каких-то шагов для того чтобы но в данном случае это detailed view то есть мы используем какую-то одну сущность и тут есть на самом деле уже реализовано как получить эту саму сущность ну то есть мы тут нигде не говорим что вот поищи в таблице он видит модель мы у него пришел параметр прайма реки в урл и он сам попробует сходить если нас поведение которое он использует не устраивает мы берем метод которым он ищет эту сущность и переопределяем то есть ну мы опять же смотрим на список методов в документации выбираем тот который хотим переопределить и переопределяем а другие не трогаем и тогда вся эта машинерия которая в нем реализована она богатая достаточно много чего делает мы ее можем переиспользовать да то есть он там все сам сделает а мы только в нужных точках вмешаемся и сделаем что нам надо вначале ну я не буду вас как бы уговаривать нам заставлять или вынуждать использовать постоянно но вот этот вариант с объектом у него выше порог вхождения то есть для того чтобы его хорошо использовать нужно немножко почитать про него то есть нужно там понять какие методы чего делают ну то есть там реально там полчаса точно нужно чтобы просмотреть примеры и понять как это реализовано что происходит мы может быть сейчас с вами успеем у нас сейчас целых полчаса может быть сейчас вернемся я вам про какие-то методы расскажу даже не получится 45 минут на 15 минут больше начали попозже начали но суть в том что вот есть два у таких про подхода вот этот как бы совсем простой да то есть там если там нет какой-то супер логики но вот этот метод он позволяет вам например сделать такие вещи что у вас есть какая-то сущность вы для нее вы для нее делаете какой-то класс а потом от него еще наследуетесь ну в нем определенная какая-то логика вы от него наследуетесь и переопределяете еще что-нибудь то есть какую-то такую вот размашистую большую логику с помощью такой штуковины реализовать очень удобно но прям правда но нужно потратить немножко больше времени вот этой штуки может не быть ну вот я сейчас показа камень чудо даже типа вот там закрыли глаза не смотрим мы до определили ту ссылку которая у нас сейчас было 404 в этой ссылке у нас фигурирует идентификатор комментария то есть его вот этот прайм реки или айди который создался автоматически мы его недоопределяли брюки превращаются превращаются брюки что там а что-то мы не сохранили на тысяч а шаблон мы сообщение об ошибке кстати очень классный если обратить внимание то есть пока не забыл он выводит прям всю ошибку всю информацию трейсбэк и локальные переменные по всему вот этому трейсбэку то есть на самом деле по вот ну в дебаг режиме если вас что-то пошло не так можно много чего понять просто прямо отсюда вся вся информация запросе куки там настройки сервера вообще все 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 очень крутая штука но мы сейчас знаем в чем проблема мы забыли перенести нашего примера шаблон этот шаблон уже по сложнее я сейчас вам не буду объяснять ну мы потом выберем чем по о чем поговорим мы здесь используем базовый шаблон в который я докинул оформление тут просто bootstrap а спой а давайте уже таким сейчас парам папам сейчас мы сейчас начало этот шаблон разберем его действующую часть здесь мы выводим текст самой темы а еще вы из вот этого вот к варис это про который я говорил как привязанный до к топику комментарии мы выбираем все комментарии причем я хочу обратить внимание что у языка шаблонов есть такая особенность я бы не сказал что она очень приятная но тем не менее что если вы используете какой-то метод не нужно писать скобки он сам увидит что этот что эта штука является как это кола был даты что она вызываема и вызовет ее про передачу параметров лучше даже не спрашивайте короче нельзя передавать то есть если нужно вызвать какой-то метод может быть это кстати специально сделано чтобы тут не воротили там какие-то передачу через контекст параметров чтобы вы передать их функцию там вот этого всего чтобы не было если вам нужно там отфильтровать как-то осмысленно набор данных отфильтруйте его вовью и передайте в контекст уже готовый а здесь используйте просто как вот итерируемую сущность все будет хорошо это как бы такая тема вопрос новичков мы здесь обходим комментарии и по каждому комментарию пишем автора и текст и если это reply to вот тут if используется если коммент reply to то есть если она заполнена если там что-то есть если он не нау то мы выводим жирненьким что отвечено reply to автор ник вот вот здесь один такой момент я не знаю мы там закрыли консоль или нет коммент сет ладно мы сейчас пас но суть в чем если у модели есть ссылка на другую модель а вот мы это вот так можем посмотреть сейчас вот у нас коммент и у коммента есть поле topic и это ссылка на ту модель ну который на кнут из которой является внешним ключом то есть мы можем просто через точку получить вот эти модели цепочкой то есть у нас есть там ссылка на модель ссылка на модель ссылка на модель мы их можем через точку все вытянуть но они загружаются не сразу то есть они загружаются при там по сути первом обращении там лежит где-то в скрытых полях точнее не скрытых есть два поля одно topic айди идентификатор которая доступна сразу а без айди просто топик при первом обращении он идет в базу и достает модель и и уже вам представлять красивом объектном виде но для нас это значит что мы можем просто не париться а из коммента добавь достать реплай ту это свою очередь тоже коммент но другой на который мы отвечали и оттуда достаем автора и прям красота наверное если заработает а забыли и здесь я использую базовый шаблон это нужно для того чтобы не повторять во всех местах одну и ту же фигню в моем случае фигню является body и в хэде я импортирую ссылки на bootstrap чтобы она просто чуть-чуть было ну более красиво и симпатично а они внутри шаблона в топике я использую give class well это уже из bootstrap а но если вы не знакомы с bootstrap а можно пока и не заморачиваться такая штука просто минимальное такое оформление то есть css стиле ну неважно не думаю что стоит на это время тратить вот ну вот эта штука из bootstrap а кнопочка отображение из bootstrap а ну то есть вот как бы мы вывели топик и комментарий сейчас я добавлю еще один комментарий чтобы показать вам как реплай работает я добавляю еще один коммент на тот же топик и тут как обычно начинается срач и мы видите все прекрасно видим то есть мы по по сути по внешнему ключу сходили в другую таблицу в момент рендеринга шаблона получили оттуда комментарий из комментария вытащили автора если бы автор был моделью то мы бы еще раз ходили в базу данных и достали бы еще раз к ну достали бы и автора ими автор ну там представление могло быть несколько полей использованы почему это важно если о таких вещах не задумываться то вы на дачу там одной какой-нибудь главной странице можете за нефиг делать сделать там несколько десятков запросов вот так по одной сущности по ссылкам для того чтобы этого не делать есть две вещи первое это в настройках логирования но это гуглица можно включить все запросы в базу данных которые вы делаете и посмотреть сколько реально вы запросов делаете в той или иной ситуации второй момент ну вот как бы вот их дофига и чё дальше делать для того чтобы их сократить есть такая специальная конструкция ну например мы с вами знаем что нам к топикам обязательно потребуются их авторы мы их все равно будем выводить ну например для этого есть такая конструкция моду топик objects pre-fetch related он по сути в запросе сделают джойн который позволит за один за один поход в базу вытащить и саму сущность и какие-то ее связанные сущности но это не панацея но это большое количество запросов сократить ну то есть вот в данной ситуации это бы нас конечно как раз спасло потому что мы могли бы сразу добавить и топика и автора ну то есть достать и топика и автора ну окей так хорошо у нас еще есть время там таранта там следующий момент который бы я хотел осветить это редактирование то есть мы сейчас с вами только отображали по сути сущности да то есть мы выводили пользователи никакую да да никакие данные ввести от нас получить не мог дело в том что в получении данных от пользователя это а сейчас кстати нет я тут немножко не договорил простите я прервусь закончу тут а потом мы вернемся к вводу данных от пользователя вот здесь мы с вами переопределили я все-таки в двух словах скажу раз время есть сейчас 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 так я в документации нахожу тот класс бы из view который мы использовали они друг от друга наследуются то есть есть просто template view который говорит что мы какой-то шаблон показываем и у него есть метод get контекст дата то есть к нам приходит какая-то информация из запроса мы его можем здесь из itself получить мы можем до определить какие-то аргументы у template view но смысле добавить какие-то нужные нам методы или еще что-то сделать какой-то базовый класс от него уже унаследоваться но ключевой момент что мы вызываем метод называем называется который get контекст дата в котором мы возвращаем словарь который будет передан в шаблон чтобы потом с рендерить запрос то есть мы импортируем только template view здесь определяем темплейт name ну то есть имя шаблона который мы будем использовать а здесь возвращаем словарь который нам нужен и при всем при том мы еще используем базовый метод то есть вызываем супер метод потому что в данном случае я вызываю метод модели и он уже туда какую-то информацию подпихнет то есть у меня уже в этом контексте вот я сейчас вам покажу наверно даже у меня уже там будет какая-то информация то есть если бы мне не нужно было вот это поле специальное я бы вообще этот метод даже не переопределял она настолько что работала это нужно поле для кнопки то есть я просто в кнопку мы сейчас увидим зачем это надо подпихиваю идентификатор топика ну а иди топика которому я хочу добавить комментарий но но и она только что была закоменчена то есть наработала и без и без этого а подождите я не за гене это принц стал секундочку мы используем detail view то есть это немножко ниже по классу наследования сейчас 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 мы найдем их мы его найдем точно template view detail view detail view это уже метод который привязан к модели и который позволяет для экземпляра модели ну получить детальную информацию об этой модели то есть здесь один экземпляр то есть есть лист view под там видимо да вот он лист ее есть и detail view и у detail view видите уже больше методов и это больше методов которые мы можем переопределить а можем не трогать то есть если нас устраивать дефолтное поведение мы грубо говоря определили модель определили шаблон в шаблоне использовали предопределенные поля ну то есть грубо говоря так же как они называются самой модели он просто возьмет модель и в словарь и и пока not в словарь контекста и сам разложит нас все будет работать у нас вся вот этот detail view займет три строчки и шаблон html ней который выводит поля которые из модели ну то есть круто на самом деле мы там ничего почти не делаем а если нам нужно что-то переопределить мы выбираем метод который хотим переопределить и его переопределяем ну например get object отвечает за то чтобы получить ком найти экземпляр объекта который мы хотим отобразить get context data берет поля модели и фигачит их в словарик для контекста get template где-то он тут есть get template names он возвращает шаблон который мы будем рендерить то есть он может быть задан просто как атрибут статически может а мы его можем в момент исполнения переопределить например в зависимости от авторизации от параметров в руле который человек передал от погоды на марсе ну то есть вообще-то как как хотим то есть вот эта штука она будет вызвана динамически если мы ее переопределим вот я хотел показать что мы тут на самом деле переопределили одно поле а все остальные поля он за нас сам заполнил ой для этого мы где-то я обшибся вот дать я префечерил этот показал вот у нас topic view все работает а вот то что он сам напихал он сделал при определенное имя object в который положил сам объект плюс он его же назвал по имени модели еще раз положил topic положил экземпляр ну положил экземпляр класса который сейчас рендерится то есть если мы в классе что-то переопределили добавили какие-то методы атрибуты мы их все можем в шаблоне но переиспользовать очень круто я считаю так теперь вернемся все-таки к форме форма эта штука более сложная потому что она ну все эти все вещи которые мы делали до этого они реагировали на хттп запрос get то есть мы говорим мы хотим посмотреть список топиков или мы хотим посмотреть конкретный вот этот топик и он нам возвращает этот конкретный топик или список то есть это один они называются глаголы в давайте лучше здесь надо все уже настроена края вы выверены мы реагируем мы реагируем на один глагол хттп а сейчас все простите я понял его надо скопировать я туда перешел потому что тут его нет а форма должна среагировать на два глагола она отвечает за представление самой формы то есть как нарисовать те поля в которые пользователь будет вносить какую-то информацию и она же реагирует на пост запрос когда человек нажал на кнопку отправить данные формы и мы в данном случае можем отреагировать двумя способами первый способ мы говорим да все окей или дирекцию его на другую страницу ну то есть например если мы были на странице добавление комментария к топику мы добавляем комментарий и возвращаемся в топик чтобы увидеть этот комментарий если мы если в тех данных которые пользователь ввел что-то неправильно то мы его возвращаем обратно в форму но уже в контекст отдаем информацию об ошибках то есть это как бы мы предлагаем ему повторно ввести форму но с учетом той информации которые он уже ввел и поля которые он ввел мы тоже оставляем заполненными для того чтобы это сделать существует специальная структура ну отдельная штука она называется форма их обычно заполняют в файле под названием форм спай опять докер файл и здесь мы опять немножко схитрили мы использовали предопределенный класс под названием моду форму если бы мы этого не делали нам бы пришлось у формы описать поля как у модели на самом деле это очень похоже мы бы сказали вот есть форма вот у нее есть там текстовое поле topic там точнее ну да строковое поле topic там но поля были бы немножко другими нам бы пришлось заполнять так называемые виджеты то есть ну грубо говоря блоки html представления которые должны показывать наше поле ввода что я здесь написал я написал что у меня в форме есть три поля автор текст и topic но для topic а я переопределил виджет сделав его скрытым дело в том что ну то есть я мог бы это сделать руками там в вторе ли будут там вы увидите эти формы которые сделаны руками это по сути такие же перечисления полей как и в моделях ночь там чуть-чуть отличающиеся но здесь я говорю у меня есть такая классная возможность что я унаследуюсь от специального класса модуль форм укажу ему просто поля а он сам придумает как эти поля выводить на экран то есть он сам подберет поля формы сам сделает валидацию за меня ну то есть валидация это проверка что пользователь заполнил все зашибись и ну и сохранение в модель он тоже сам за мне сделать то есть если бы мы это делали руками нам бы пришлось определить поля определить валидацию как минимум и и сохранение в модель ну то есть мы у нас есть данные формы мы создаем новый экземпляр класса коммент проставляем у него нужные поля и сохраняем в базу здесь я сделал так что она немножко как бы сложнее устроена но в плане понимания да на такое по умнее но кода меньше чтобы мне было меньше объяснять лишь не дурак чая будут лишнее время но нам тут придется сделать некий некий тел тело движения во первых мы здесь переопределяем две вещи первое но тут тоже вот есть create view мы его можем здесь где-нибудь поискать парам-папам у него есть тоже какие-то методы вот и editing views у него есть тоже куча времени куча разных методов это обиды обиды креетий а ну мы можем просто по view посмотреть у него такие такая же история блин ладно наверно все-таки надо было другой этот у него есть вот форм view да мы у него переопределяем с аксессу рел который определяет куда мы должны отправить пользователя если форма прошла валидацию здесь же мы можем проверить сейчас прошла ли форма валидации или нет определяет сама форма то есть здесь важный момент что мы разделяем логику проверки данных то есть форма на самом деле это такая штука которая отвечает за состав полей и за их валидацию то есть вся логика по валидации пользовательского ввода она происходит в форме ну просто форма не такая штука она вам может понадобиться может быть нет но в том плане что если мы сейчас говорим про single page application там все вот все вот эту историю с java скриптом то обычно это выглядит так что все валидируется java скриптом java скрипт вам присылает в и пиай ну какой-то джейсон чик типа запиши в базу но вы его тоже конечно проверяете что там все с вашей стороны путем что все там соответствует авторизация там то все но это вся история проще потому что пришел джейсон вы его в словарь прочитали проверили и зафигачили в базу ну эта штука немножко сложнее но кода ну код мы с вами с нуля не пишем я просто говорю что мы переопределяем один метод который говорит что когда все когда если форма сказал что все окей куда мы отправим пользователя а второе это то что мы и не шел это у формы предзаполненные данные то есть мы можем вернуть словарик в котором говорим вот в этом поле должно быть вот это значение в этом поле другое значение и она сразу будет уже подставлена при там старте формы то есть нужно но уже у нас есть на старте зачем нам это нужно за тем что мы бы могли бы конечно пользователю сказать а вот сюда введите идентификатор там темы на которую вы отвечаете на это неудобно да то есть мы должны эту информацию сами прокинуть и как мы ее прокидываем вот таким образом мы пас мы получаем идентификатор топика из урла я вам сейчас покажу где это подставляется сейчас не покажу вот вот покажу мы получаем идентификатор топика из урла то есть этот топик пока это то как параметр назван в самом урле так что тебя урлы кстати проверяются в порядке их следования то есть следование урлов в паттернах иметь значение но имейте в виду то есть от отдастся тот который первый удовлетворить ну то есть шаблон выиграет тот который первый сработает вот то есть поэтому в такой ситуации может может иметь значение в каком порядке они перечислены так я по-моему все что надо было за импортил добавил и сделал мы сейчас посмотрим нет но нет импорт не делал сейчас еще с вами так а тут тоже нет а не все за импортал что надо было мы переходим по специальному урлу на это комменты а саму вот вот это вот это важно как выводится форма вот я забыл сказать у нас внутри шаблона передается специальная штука форма то есть это по сути вот этот объект формы до который ну то есть если мы это делали руками мы бы во вьюхе взяли вот эту форму подпихнули туда инстанс объекта конкретно нашли бы объект ну то есть если бы нам это надо было да да но в данном случае точнее мы бы ей передать точнее нет не обязательно instance есть формы редактирования и формы создания для формы редактирования нужно передать ей объект инстанс объекта который мы редактируем она заполнит из него нужные поля и покажет их можно отредактировать сохранить есть форма добавления она изначально как бы пустая но некоторые данные мы хотим чтобы были предзаполнены для этого мы передаем ей специальный параметр и не шел это ну значение полей на старте инициализирующие мы в данном случае эту же штуку используем он просто при инициализации формы передаст и вот этот словарик как инициализирующие данные а внутри шаблона мы общаемся с формой то есть это некий объект в котором есть данные но нас интересуют не данные нас интересуют поля то есть мы когда мы итерируемся по форме мы получаем поле и у поля есть всякие свойства например лейбл ну то есть это наименование hidden или не hidden то есть нужно его отображать или нет то есть есть то есть можно то есть она часть из этих полей помечены как те которые на форме отображаться не не должны быть они какие-то скрытые и само поле это то как его нужно показать на экране то есть у каждого типа паль поля формы есть какое-то html представление ну там для текста input type текст для даты там еще что-нибудь для инта там input type там что-нибудь я не помню честно говоря как они там все называются на там для булина для html есть какие-то стандартные представления для основных типов данных то есть здесь мы по сути обходим каждому поля один за другим и тут стандартная конструкция если поле есть мы его выводим точнее выводим метку поле потом само поле ну то есть скрытое поле оно должно присутствовать на форме но она не показывается то есть поэтому поле выводим а метку от поле не выводим и все за единственным исключением вот эта специальная штука csrf токен я долго не буду объяснять это нужно для того чтобы ну то есть нельзя было пост запрос сделать с другого сайта но смысле что есть механизм что вы можете отправлять данные там форм но например там на фейсбук да на какой-то другой сайт но чтобы он мог удостовериться в нужных местах что это он инициализировал этот запрос он подставляет специальный токен но для нас мы это все забили для нас это просто магия мы используем вот такую штуку и и надо добавить если мы специально не отключим вас все к хренам взорвется ничего не будет работать но форм это стандартный тег из html ну то есть это просто вот все все как в html форм и баттон type submit это части вот просто формы такой вот кондовый супер простой html так сейчас надеюсь что мы с первого раза получим что мы хотим нет а мы не сохранили или неправильно написали это коменд ага ну красава тут одним образом называется другим ты тысячи вот формочка как бы два текстовых поле ну то есть она взяла и добавилась то есть эту магию на себя взял джанга что он сделал когда мы сделали пост запрос ну то есть вот эта штука вовью она обрабатывает два типа запросов на get она вот эту html форму показывает на пост кстати давайте посмотрим что у нас происходит у нас же есть вот это я забыл рассказать это наверное важная штука одна из самых важных это инструмент разработчика ой не то нажал нет то в любом браузере особенно в хроме есть такая штука называется инструменты разработчика и здесь вы можете посмотреть что сейчас выведена на странице и он даже подсветит вам какой-то именно элемент видите она там фоне попадает сам но нам сейчас важнее что мы сможем увидеть какие сетевые запросы он делал что он в них писал и что сервер на них отвечал сейчас у нас был один запрос который но это то что он для bootstrap а задал который который request url вот url по которому мы ходили метод get получили окей это то что мы получили в ответ здесь это то что нам отдал сервер то есть это по сути вот тот html который мы видим на экране и вот ссылка мы по ссылке переходим не закрывая консоль и видим что произошло мы сделали еще один get запрос на по вот такому url и получили в ответ вот эту нашу форму заголовок форма и внутри формы у нас идут поля input type это csrf токен а это автор то есть этот лейбл который у нас был а это input type text name ну там он что-то в айди это нужно для того чтобы сопоставить поля формы ну то есть как ну мы сейчас увидим короче он нам это все когда пользователь заполнить какую-то информацию он нам сейчас это все пришлет вместе с идентификаторами а второе это текст арея текст но смысл что они в зависимости от того какой у них тип они по-разному отображается вот здесь текст input type text это просто текстовое поле а текст арея это поле для редактирования то есть чуть большое так а вот сейчас мы и заполним и отправим на сервер и у нас это тоже попадет сетевой запрос но только это уже будет ой вот пост запрос и и мы в этом пост запросе сейчас форм дата у нас появилось еще то что мы отправили сервером то есть это тело которое мы передали серверу что что мы ввели на и но вот в нашу форму и если но это здесь он красиво скомпоновал вообще она выглядит вот так то есть это так называемый форум дата формат это он очень старый там это не джейсон не ничего такое по дефолту браузер если в html нафигачить вот такую форму и добавить на форму submit он туда подставит вот в таком виде информацию естественно фреймворк умеет с ней работать и по дефолту использует именно ее то есть мы там могли бы как-нибудь переопределить что это джейсон но тоже как-то не очень большая проблема но зачем если есть то что работает тут они похожи на get параметры но передаются в теле запроса то есть точно так же имя параметра равно значение амперсант имя параметра равно значение то есть вот здесь они подписаны прям именами полей и заин кожи ну в смысле за и специальный формат url encode который позволяет ну специальное представление символов которые не мешают добавлять его в рей и форм дата и get и пост параметры с его помощью кодируются ну чтобы единообразно это было то есть если вы get параметры если там нужны русские буквы вы может быть в википедии вели видели страницы на на русские ссылки на русские страницы там вот она вся вот из такой тип ухи состоит это прикол в том что туда передается в качестве get параметры русское название статьи которые вы ищете ну или там теги или еще что-нибудь а и вот идентификатор топика которая скрытое поле то есть пользователь его не видит она на форме у нас есть спрятанное но и в пост параметры то есть форм дата она передается чтобы мы могли корректно там все составит вот ну я в общем то все рассказал я уже кинул в чате к домашнюю работу она на самом деле там побита кусками я не знаю сколько там кому не хватает по моему кто-то уже может себе позволить ее не делать может позволить приходить на экзамен ну то есть это будет написано там его сертификате ну то есть эти суммарные количество баллов но за эту домашку можно выбить 16 баллов если ничего не путаю я посмотрел по ведомости это дофига но чтобы все их всех 16 выбить там ну и сделать придется немало я хотел бы вам там ваше внимание давайте наверно посмотрим на домашку раз у нас время есть а может вопросы кстати есть я просто тут чесал так чтобы все успеть может у кого-то есть не но смотрите ваше использование в коде работы с моделью от бд не зависит никак в этом и прелесть как бы джанга вы вот этой штуки которая называется object related менеджмент менеджмент или object related нет наверное model не суть то что она вас абстрагирует от базы данных она типа сама знает какие запросы какие типы колонок где можно где нельзя использовать и сама составит ограничения проверки там какие надо для нужной базы данных и в этом как раз ну ее классное свойство потому что на самом деле все базы данных они как бы из кельда но по сути что можно то есть они не сто процентов друг с другом совместимы и там даже в скил аспектах синтаксис там в по сбросе в мускуле он отличается то есть ответ на этот вопрос вы на своей тут вот если вы используете просто без но там фильтры всклу там вот эти все поля моделей вам не нужно знать какая база данных база данных написано в сеттингах просто когда вы генерите приложение дефолтная она вам делает дефолтную дата бэйс которая просто файлик dbs kill light 3 который лежит вот прям здесь для того чтобы подключиться к серверу баз данных как надо делать на продакшене и скиллайт это не база для того чтобы какие-то боевые штуки разворачивать но это прям совсем такой для бедных вариант ну у меня например были прецеденты когда она а ну то есть самое главное то что она не поддерживает конкурентный доступ ну то есть если вы запустите несколько экземпляров вашего приложения вы просто можете испортить саму база на вас не прочитается то есть но это беда в бою такое нельзя использовать ну в общем вот она туда определяется вы напишите вместо engine там я не знаю по сгресс кейл или mysql и допишите connect string там или юзер пасворд и сервер и порт и куда надо подключаться и все подключится все будет работать как бы тут много чего поддерживается из коробки ну точнее все что основное надо поддерживать по сути так для революционных баз больше так то сходу ничего и не вспомнишь кроме мускуля мсс кейля и пасгресса есть еще монга но для нее другая история для нее арм в таком виде как он есть сейчас не поддерживается но в общем она и не претендует но это если вдруг кому-то захочется еще вопрос да да про валидацию форм 2 в том что тут валидация формы не описано потому что но он просто знает типы полей из модели и поэтому знают мы просто форма как бы она же приезжает текстовая ну так или иначе ты получаешь на входит текст это не числа там не не идентификатор и это единичка текст там нолик текст там этому а это может быть булин или идентификатор или число или там еще что-нибудь поэтому он получает текст после этого ему нужно откуда-то взять типы полей да я просто покажу форму ну обыкновенную которая не вот не очень умная а такая которую руками делают сейчас сейчас я просто пример покажу вот вот эта обыкновенная форма в которой мы мы там из модели брали а здесь мы говорим это чарфил то ну смысле что текстовое поле вот такой-то длины и вот такая то у него там лейбл но смысле метка если приедет поле длиннее она там поругается если она приедет пустое а мы не сказал мы сказали что он должно быть не пустое она поругается и при этом по стадии при этом у формы будет специальная как бы специальный метод который возвращает именно ошибки и причем по полям то есть там такой специальный словарик с ошибками и написано что вот у этого поля там вот такие-то ошибки там вольнулся вот этот валидатор да то есть там длина или еще что-то чтобы когда ты выводишь форму ты мог красиво показать эти ошибки то есть валидация ты ее можешь переопределить вот тут есть метод из вылет его часто нужно переопределять ну как бы если у тебя какая-то сложная форма с какой-то там логикой то ты ее переопределяешь и смотришь что поля там друг с другом сочетаются что такой идентификатор в базе есть или еще что-то причем ты можешь определить валидатор для конкретного поля то есть там прям имя поля из вылет а можешь для всей формы тогда это типа ты все поля проверил они окей а теперь тебе нужно проверить например как они с собой сочетаются ну то есть там например два вот этих флага не могут быть одновременно установлены или если какой-то флаг установлен то вот эта форма то есть там то вот это поле должно быть заполнено и тогда это все ошибки на там конкретные уже на всю форму целиком ну то есть просто я это сейчас убрал из обсуждения то есть это выглядит достаточно просто ты читаешь у тебя на входе но там сейчас мы посмотрим вот есть из вылет сейчас сейчас аксессинг сейчас где-то просто отдельная прям тема это форма в это валидация формы пудинг кастомайдинг сейчас секунду виджет о валидайшн тут новинфы очень много надо просто читать и по сути это выглядит ну вот так вот мы да она называется не валиды это клин то есть мы можем определить метод у которого на входе те данные которые мы получили от пользователя мы его можем как-то преобразовать ну например сходить в базу там что они там с ним сделать но тут вот пример и тут же мы его валидируем то есть специальный метод который говорит вот мы на входе получили текстовые данные от пользователя если с ними что-то неправильно мы поднимаем специальную ошибку которую сама форма знает как обрабатывать ну точнее все стоит стек то форма знает как обрабатывать и она просто подпихнет в ошибки и там где-то выше по стеку она скажет пользователю ну не не окей на попытку пост данных мы делали пост запрос а нам должна вернуть редирект в одном случае сделать редирект success но смысл что мы успешно все добавили все замечательно а в этом случае она вернет на саму форму но у нее уже будут предзаполненные данные и там будет содержаться информация об ошибках как-то так но я же говорю если мы там какие-то простые ситуации рассматриваем то она это все вот вот эти класс бы есть views они нам позволяют эту работу там особо не делать а выводить все из модели и использовать те валидаторы но все можно переопределить то есть тут как раз с гибкостью вообще вопросов нет то есть в джанге вот есть вот это замечательное сочетание но много где это вообще питон на самом деле наверно больше как бы питон вы и да то что она все делает сама но если хочется где-то врубиться и сделать самостоятельно переопределить то эти места есть надо просто аккуратно выбрать место чтобы не делать слишком много работы самостоятельно и вообще ничего страшного не будет если ты откроешь и заглянешь в исходнике там тоже в общем то особенно вот у этих тех штук типа типовых форм ну то есть тип вот этих которые я использовал вот этой моду формы или там create view тесто те места которые страшно читать можно не читать а те которые ну ну там куча вещей которые просто горят типовая логика там работы с формой то есть и ты увидишь типовой сценарий работы с ней то есть мы ее там как-то проинициализировали просто проверили на валидность там вернули редирект или там увидели что есть ошибка вот что-то сделали с ошибками вернули саму форму то есть это вот не не очень там и сложно особенно вот эти классы которые используются как типовые как базовые для того чтобы ты мог от них унаследоваться и что-то что-то переопределить эти базовые методы которые ты переопределяешь чаще всего не очень сложные ну то есть те которые публичные там get context get initial то есть она все такое вот там ничего ничего сильно сложными вот а домашка в двух словах скажу я честно говоря не знаю может быть она ну короче надо пробовать на самом деле просто если ну то есть я хотел вам донести мысль что домашки нужно немножко вот почитать про эту джангу покопать вокруг тех сценариев которые я описал немножко пока пипастить поисправлять ну то есть по сути это тот же самый форум там чей не форум это похожая история тут 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 блок да это почти то же самое но там немножко надо больше сделать работы то есть погенацию посмотреть поиск добавить ну то есть немножко это вот делается так что этот на самом деле вы гуглите чего-нибудь смотрите понимаете читаете немножко документации и добавляете функционал все каждую фичу одну за одной там совсем базовый набор фич это восемь баллов четыре балла плюс четыре балла это добавить авторизацию это тоже ну то есть это история читаем доку разбираемся вставляем ифы где надо чё-то где-то правильный ну самое и еще тут еще на дна на четыре балла можно всяких мелочей сделать оптимизировать запросы к базе сделать форматирование если не если не получится если вы поймете что у вас форматирование занимает прям если как час если какая-то задача занимает прям охренеть большое количество времени и непонятно как ее сделать там вообще в обозримом будущем но пишите будем что-то разбираться типовые вопросы буду постить ну в чатик как-то подсказывать ну что ну ну понятно что можно зарыться там убить кучу времени но лучше не зарываться а как-то больше почитать документацию а потом попробовать парам папам ну все единственное что если делайте авторизацию то надо четко все посмотреть страницы которые вы используете и проверить что они работают для авторизованных для не авторизованных пользователей те которые методы нет должны быть доступны для не авторизованных пользователей должны возвращать к б ошибок то есть дырок безопасности быть не должно если вы говорите мне что вы реализовали авторизацию и контроль прав я не буду засчитывать реализации в которых есть дырки в безопасности ну вот единственное что ну то есть типа ну вот я сделал что мы тут выводим логин нет это не работает надо чтобы тогда все бы если мы делаем безопасно должно быть безопасно все